Итак, сегодня мы с вами поговорим на тему принципов и схем применения биопрепаратов при усадебном хозяйстве, при выращивании растений по беспестицидной технологии. Конечно, сразу скажу, что я в сегодняшнем своем докладе, ну не докладе, семинаре, буду говорить о применении схем именно биологических препаратов. Но это не означает, что эти схемы не могут быть скомбинированы с традиционными методами работы, ну скажем, препаратами серы, препаратами меди, железа или даже какими-то инсектицидными препаратами. В случае, если ситуация у вас на участке вышла из-под контроля, например, у вас разбушевался клещ, разбушевалась тля до такой степени, что сдержать ее биологическими препаратами не представляется эффективным и возможным, конечно, тогда можно включать в эти схемы обработок еще и какие-то химически синтезированные инсектицидные и прочие препараты. Вообще, надо сказать, что массовое применение химических средств защиты растений привело к достаточно катастрофичным проблемам в окружающей среде. Химически синтезированные средства защиты растений, ну то, что мы в обиходе называем химией, они очень долго сохраняются в окружающей среде, они накапливаются в почве, они накапливаются в продукции, которую мы потребляем. И особенную опасность пестициды представляют для приусадебного овощеводства и садоводства. Почему? Потому что в хозяйствах, где массовое развитие растений на большой площади высаживаются и так далее, всегда есть агроном по защите растений, который знает регламенты применения средств защиты растений, о котором знает местная инспекция о защите растений, который находится под определенным контролем и надзором. Конечно, и в хозяйствах бывают злоупотребления, в фермерских хозяйствах бывают злоупотребления и так далее, но все-таки они не могут носить такой слишком массовый характер. Что касается приусадебного овощеводства, то зачастую люди, садоводства, люди, покупая абсолютно доступные в наших странах, что в России, что в Казахстане, что в Беларуси, что на Украине, вот в этих странах средства защиты растений абсолютно являются доступными, вы каждый можете зайти в садовый центр, в хозяйственный магазин и купить там достаточно высоко токсичные вещества. Их применение широкое в приусадебном хозяйстве приводит к высочайшему накоплению остатков пестицидов в продукции, потому что люди недостаточно квалифицированы в том, чтобы понять, что там написано в этой инструкции, чтобы соблюсти необходимые дозы, чтобы соблюсти необходимые регламенты применения. Особенно это опасно в том случае, если человек выходит с этой продукции на рынок. Ведь он же, его никто не контролирует, да, сколько там, чего у него, да, он на своем маленьком участке приусадебном возделывает растения, излишки собрал, принес на рынок, свекла, огурцы, томаты, все, так сказать, свое, со своего участка. Мы думаем, что оно все чистое, хорошее, на самом же деле оно совсем и даже может быть и не таким. Просто в отсутствии соблюдения регламентов. Нам иногда кажется, погуще сделаю, почаще обработаю, сегодня обработал, завтра срезал, съел, да, а там на самом деле колоссальное количество пестицидов накапливается. В результате, на самом деле, понимание этой ситуации, чтобы вы не думали, что это какая-то, понимаете, ну какая-то волна такая странная, да, что вот надо заниматься природным земледелием, надо минимизировать химию, что какая-то демонизация этой химии происходит. На самом деле, на самом высоком государственном уровне, понятно, та проблема, с которой сталкивается современное сельское хозяйство, в том числе и приусадебное, и фермерское овощеводство, и садоводство. Поэтому у нас в республике, как и в странах вокруг нас, действуют законы об органическом земледелии. Он у нас принят, он у нас уже действует. И там, в общем, достаточно хорошо прописано, что такое органическое, ну а в обиходе, ну можно сказать, природное земледелие. На самом деле, требования закона к ведению органического или природного, может так понять, не земледелие, еще более строгие, чем то, что мы можем увидеть в трансляциях, видеоблогеров или в журналах, где пишут и так далее. На самом деле, абсолютный запрет на использование не только химически синтезированных средств защиты растений, но также и удобрений. Ни мочевину, ни калийную соль, ни какие-то там еще монофосфат, ни гипохлорид, ничего это в органическом земледелии, ну таком, которое ведется на законодательном уровне, использовать совершенно невозможно. И уж, конечно, бывает очень опасно использовать какие-то способы защиты растений, которые не регламентированы никаким законодательством, ни в области защиты растений, ни в области органического земледелия. Я говорю о таких веществах, например, как зеленка, как там какие-то антибиотические препараты, которые продаются без рецептов у нас. Ну, пожалуйста, можно купить по крайней мере три группы антибиотиков, там, доксициклин, пенициллиновые антибиотики, там, амоксицелин и линкомицин можно купить без рецепта и вроде бы как бы даже использовать и манипулировать этими препаратами как угодно. Но это еще более опасно, потому что применение этих препаратов, подобного рода схем каких-то, а уж тем более смешивание, там, перекиси с мочевиной, с йодом, и там из этой органики может получиться, там химики в ужасе, да, бог знает, что может получиться при определенных условиях, при подобного рода смешивании, да, а ведь льют же и перекись, и йод, и зеленку, и все-все-все до кучи, сывороткой все зальют, и надо попрыскать от фитофтора. И, я говорю, вообще химики, биологи от этого всего в ужасе, потому что можно наделать таких бед себе со здоровьем, если вот это прыскать, попадает это и на лицо, и на руки, и в глаза, и потом в продукцию, и есть, что просто ужас. В природном земледелии, как в земледелии, лишенном возможности применения химических синтезированных средств защиты растений, конечно, действуют определенные лимиты, которые мы с помощью биопрепаратов должны преодолеть. А биопрепараты – это та соломинка, это та возможность, абсолютно уникальная возможность, которая появляется в природном и органическом земледелии для все-таки защиты растений и от вредителей, и от болезней. Ну, а технологии различные, эмульчирование, специальные методы рыхления, культивации почвы позволяют защититься также и от сорняков. Так вот, очень важные лимиты есть – свет, температура, влажность воздуха и почвы, осадки – это то, что мы должны преодолеть и создать оптимальные условия с учетом вот этих лимитов для своих растений. Но осадки имеются в виду как избыточные, так и их недостаток. И биотические, то есть биологические факторы – это плодородие почвы. Ведь мы каждый раз, когда высеваем растения, мы обедняем, обедняем, бесконечно обедняем почву. Мы же выносим урожай. Когда мы выносим, сжигаем там листву, сжигаем ботву, то мы еще сильнее обедняем почву. Таким образом, ну да, можно там 5, 7, 10 лет, если повезет, продержаться на том накопленном плодородии, которое есть, там на целинном участке, каком-то непаханном ранее. Но не более того. Сорняки, конечно, лимитируют вредителей и болезни. Поэтому самой главной схемой, которую сейчас самая современная в сельском хозяйстве, с учетом необходимости охраны окружающей среды, а это непосредственно связано с сохранением нашего здоровья, это применение агротехнических, агротехнологических мероприятий. Это сюда входит и побелка, и обрезка, и мульчирование, и прополка, и рыхление. Ну то есть все, что не связано с применением биологических препаратов. И применение биологических препаратов. Ну, в агротехнологические мероприятия, безусловно, входят и органические удобрения. То есть это и какие-то животные экскременты, помёт, навоз, это и компосты, которые являются наиболее доступным средством для улучшения плодородия почвы. Очень важно. Биопрепараты позволяют улучшить схожесть семян, защитить растения от большинства болезней, улучшить рост корневой системы. Ведь это очень важно. Ведь от объёма корневой системы зависит то, насколько растение эффективно будет усваивать питание из почвы. Насколько глубоко этот корень сможет прорасти и забрать эти питательные вещества из глубины. Вот по азотным удобрениям, например, всегда говорится, что необходимо внести азотные удобрения в тот самый момент, когда растения смогут их поглотить. Поэтому самое оптимальное это в утреннее время их вносить в умеренно увлажнённую почву и, не дай бог, после этого быстро пройдёт дождь. Потому что нитраты и аммоний достаточно подвижны в почве. Два-три дня и большая часть азотных удобрений смылась в зону более глубокую, попадают в грунтовые воды, занитрачиваются колодцы. Это огромная проблема, занитрачивание колодцев. Конечно, здесь не только приусадебное хозяйство привносят свою лепту, там, огород, да, но очень много даёт животноводческие комплексы. У них навоз подтекает, всё это стекает, превращается в нитраты, это жижа и попадает в колодцы. В Республике Беларусь действует очень широко система оценки качества колодезной воды. Ну, мы-то городские жители, все из Минска, да, но кто-то всё-таки живёт и в деревнях и до сих пор пользуется колодезной водой. Вот это ежедневное, постоянное потребление высокой дозы нитратов – целая беда. Поэтому с азотными удобрениями, в той же Германии внесение азотных удобрений является крайне лимитированным. Там фермер не может внести удобрений больше, чем ему разрешено, потому что воды грунтовые, ну, настолько занитрачены, что уже дальше просто некуда. И они не могут получать те урожаи, которые хотят, потому что у них лимитирован азот. Так вот, если мы вырастим корневую систему мощную, хорошую, в этом случае мы не только рационально будем использовать тот азот, который мы вносим, то ли в виде сухих удобрений, то ли в виде жидких подкормок, то ли в виде компостов, то ли в виде зелёного удобрения. Мы всё равно вносим азот, который достаточно быстро покидает корнеобитаемую зону. Чем больше мы нарастим корневую систему, будь то на уровне рассады, будь то на уровне уже взрослых растений, тем эффективнее будет работать вся эта сложная система, которая называется растение. И тем выше будет наш урожай при минимальной, ну, не то, что минимальной, но при уменьшении наших затрат. Знаете, когда в советское время, возможно, количество удобрений было не лимитировано, и их сыпали щедрой рукой, то об этом всём можно было и не думать. Занитратились воды, занитратились овощи. Когда-то там были эти шумы, помните, там ещё я в школе учился, да, про эти нитраты начали говорить. Потому что накачивали, накачивали, накачивали урожай за счёт вот этого огромного количества нитратов. Они были дёшевы и доступны. Сейчас это уже вообще никак невозможно. Поэтому вот такие методы увеличения объёма корневой системы являются одними из наиболее важных в обеспечении высокого урожая. А что такое хорошо поел? Понимаете, лишите нормального освещения, что человека, что растения, лишите его нормальной еды, да, там, белков, жиров, углеводов, если о человеке говорите, витаминов. Чем он сразу заболеет? Туберкулёзом, да, в первую очередь заболеет. Потому что туберкулёз – такое заболевание, которое крайне зависит от нашего иммунитета. Ну и сейчас вот мы знаем, коронавирус тоже всё очень зависит от того, как наш иммунитет настроен, как он работает. То же самое с растениями. Не накормившее, не напоившее, оно сразу же станет уязвимо для большого количества вредителей, болезней. Поэтому вот этот момент накормить, причём гармонично накормить, не так, что мы сегодня вкинули, оно ожирело, да, с ума сошло от этого объёма удобрений. Через три дня дождики прошли, всё, оно опять голодное. А корневой системы нет, оно голодное. Корневая система большая, оно будет, будет, будет из глубины, пока там промигрируют эти удобрения. Оно на всём протяжении корневой системы будет забирать эти удобрения. Здесь про сидераты надо всё время помнить, да, мы с длинной корневой системой. Мы удобрения загоняем, будь то органические, да, но всё равно минерализуются, превращаются в минеральные, естественным образом. Мы их загоняем на глубину, сидераты из длинной корневой системы их поднимают. Мы зелёную массу запахали, вот вам вернули эти удобрения, да, опять внесли. Опять 20% усвоилось растениями, 80% ушло на глубину. Сидераты подсеяли, не дадим им. Конечно, не в одночасье уходят в грунтовые воды, да, они просто уходят из корнеобитаемого слоя культурных растений. Что там у огурца, у томата, ну, там же очень ограниченная, очень небольшая корневая система. Там сидераты посеяли ту жередьку, горох, ещё что-то, горчицу, и опять достали все эти питательные вещества. То есть это очень хороший цикл такой, да, сидераты, для того, чтобы возвращать питательные вещества с глубины. Конечно, нужно защитить растения от насекомых вредителей, биопрепараты это позволяют, обязательно с вами поговорим. Защитить растения от нематод, прочих вредителей и улучшить качество почвы. Ну, а почва это всё, да, это и бактерии в ней, и грибы в ней, и корни, и питательные вещества в ней, всё это позволяют сделать бактерии. Вообще история взаимодействия не только бактерий, но в целом микроорганизмов и растений насчитывает миллионы лет. И они абсолютно приспособились к жизни друг с другом, да, то есть они, есть такие бактерии, есть такие растения, которые без помощи друг друга вообще существовать не могут в принципе в природе. Ну, те же орхидные, давайте возьмём, они все очень зависимы от микоризы, обязательно им нужны. Хвойные деревья, многие цветковые растения, они вообще без микоризы или без почвенных бактерий и прочих грибов вообще не могут существовать в принципе. Поэтому создание благоприятных условий для микробов, да, я всегда говорю, что накормите микробов в первую очередь в почве, а потом растения уже от них накормятся сами. То есть создание вот этих благоприятных условий для улучшения качества почвы и улучшения существования там различных микроорганизмов является также одним из ключевых моментов. И это под силу сделать вообще только биопрепаратом. То есть ни минеральными удобрениями, ни чем-то ещё мы этого не добьёмся. Только с помощью биопрепаратов, ну и всевозможных приёмов, о которых мы говорим, те же седральные растения, да, или тоже внесение органики какой-то. Ну как бы там ни было, мы вместе с органикой удобрения вносим, органическое вещество вносим и всё остальное, что необходимо для гармонизации отношений между растениями и микробиотой, то есть совокупностью всех микроорганизмов, которые живут в почве. Преимущества биопрепаратов. Они не накапливаются в тканях растений. То есть даже те биовещества, которые выделяются микробами для того, чтобы выполнить ту функцию, ради которой мы вносим, они не накапливаются и не несут никакой опасности. Отсутствует привыкание к нему возбудителей болезней и насекомых. Ведь что такое, мы берём один антибиотик, один антибиотик, обработали им один, второй, третий раз, даже пьём, да, и тут же формируется уже устойчивость к этим антибиотикам, у патогенных микроорганизмов. У той же сеной палочки одновременно может выделяться до сотни, а у некоторых штаммов и до 300 различных молекул, которые обладают антибиотическими эффектами. Это нормальное эволюционное приспособление, потому что просто не могут патогены приобрести быстро устойчивость ко всему комплексу этих антибиотических веществ. Просто не в состоянии. И это не учёные придумали, да, это сама природа придумала. Учёные лишь ищут в естественной среде те варианты той же сеной палочки, которая обладает наибольшей активностью и наиболее широким комплексом этих антибиотических веществ, и отбирают их и размножают. И затем мы их вносим в большом количестве в почву или на листья для того, чтобы бороться с этими болезнями. То есть мы эксплуатируем, когда говорим о химически синтезированных пестицидах или химически синтезированных каких-то лекарствах, веществах, мы эксплуатируем лишь очень маленькую долю того, что придумала сама природа в борьбе с какими-то болезнями, вредителями у тех же растений или у нас, в нашем организме. То есть мы на самом деле перспективы по отбору этих антибиотических веществ у человека ещё очень-очень большие. То есть этот ресурс ещё далеко-далеко не исчерпан. А мы сейчас уже имеем возможность, по крайней мере, если не к себе прилагать этот ресурс, то, по крайней мере, прилагать его к растениям. Вполне. Отсутствует привыкание и у насекомых тоже, потому что здесь действуют примерно те же самые принципы. То есть в эволюционной борьбе мы отбираем те формы, исследователи отбирают те формы, которые наилучшим образом подавляют жизнедеятельность большого числа и широкого спектра различных вредителей. Укрепляют иммунитет сельскохозяйственных растений. У растений тоже есть иммунитет, фитоиммунитет. Есть целые каскады химических реакций внутри растений, которые обеспечивают их устойчивость к проникновению туда и вирусов, и бактерий, и грибков. Другое дело, что, создавая сорта, селекционеры либо вольно или невольно выключили эту возможность, то есть ее просто нет, она отсутствует. И надо в какой-то стадии этого процесса дать те вещества, которые запустят снова фитоиммунитет, отключенный селекционерами. И вот есть такие вещества, они продуцируются также микроорганизмами живыми или используются производные от этих микроорганизмов, как в препарате Максимун, например, для того, чтобы дать недостающие звенья этого самого иммунитета, чтобы восстановить возможности самого растения сопротивляться болезням и иногда даже вредителям. Улучшают плодородие почв и не наносят вреда окружающей среде. Это очень важно, потому что нанося вред окружающей среде, мы так или иначе наносим вред себе, потому что мы все равно существуем в этой окружающей среде и все равно рикошетом все это стреляет точно так же в нас. Вспомните про микропластик нынешний, про который очень много разговора. То есть мы думали, что ничего не случилось. Не случится, а на самом деле случилось. Про ДДТ можно вспомнить, про целый ряд пестицидов, которые на сегодняшний день не используются, про целый ряд лекарственных препаратов, которые на сегодняшний день не используются. Можно про все это вспоминать. Конечно, и здесь может возникнуть законный вопрос у обывателя. То, ради чего исследователи работают, чтобы обыватели, но обыватели в хорошем смысле слова, то есть просто пользователи, которые не хотят задумываться глубоко о механизмах, о каких-то там вещах, а просто хотят взять и использовать это правильно, чтобы было эффективно. Они тоже, слушая вот эти рассуждения, вполне могут задать законный вопрос, а не нанесет ли вред использование биологических препаратов в здоровье человека. Ну вот мы знаем, что там химически синтезированные пестициды наносят вред. Сейчас, между прочим, уже в России позапрещали глифосат, содержащие препараты, но не из-за глифосата самого, а если кто-то слышал об этом, а из-за наличия там поверхностно-активных веществ специфических, которые обязательно должны сопровождать эти гербицидные препараты для того, чтобы этот гербицид растекся равномерненько по поверхности листа и всосался поверхность листа как следует. Любопытно, я сразу вспомнил свой выпуск про то, где я говорил о глифосатах, и я говорил, что я не уверен, что именно сам глифосат плохо воздействует на ту же триходерму, что она не растет в присутствии этого глифосата. То есть трудно себе представить, как сама молекула глифосата может так воздействовать, что, возможно, есть какие-то сопутствующие вещества в этих препаратах, которые действуют. И не прошло там и месяца, как вышел запрет на использование именно глифосат содержащих препаратов именно в связи с наличием там вредного сопутствующего вещества для здоровья человека. Как оказалось, это вредно также и для микробиоты, для полезной микрофлоры. Так вот, возникает, может, конечно, возникать законный вопрос о том, вот всё это не будет ли опасно для здоровья человека. Во-первых, надо сказать, что все те микробы, которые мы используем в средствах защиты растений, которые продаются, для них, для всех подтверждена безопасность. В любом случае, на сегодняшний день, если взвешивать на весах, что опаснее, применение пестицидных препаратов или применение биологических препаратов, а применять нам что-то надо, иначе мы без еды и без урожая останемся, в принципе, то, конечно, перевешивают, чаши весов перевешивают в сторону биопрепаратов. Потому что представить себе, что они могут нанести какой-то значительный урон невозможно. Не допускаются к применению ни условно-патогенные микроорганизмы, хотя среди них колоссальное количество продуцентов антибиотиков, антагонистов и всего, ну нельзя. Там та же синегнойная палочка убьёт вам всё вокруг, но нельзя её использовать, потому что она также и опасна для здоровья человека. А та же серация, марцессинсы, другие виды, они способны к азотфиксации, они способны к фосфатмобилизации, у них масса полезных для агрономии может быть свойств. Однако они вызывают до 60% пневмонии внутрибольничных, вызывают оппортунистические инфекции, то есть у ослабленных людей вызывают болезни, поэтому их нельзя использовать. То есть используются только те микроорганизмы, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не могут нанести вред здоровью человека. По этой причине, я так думаю, что на сегодняшний день довольно мало псевдомонадных препаратов. Вот на основе синой палочки, на основе триходермы основное количество биопрепаратов, а вот на основе псевдомонад немного, потому что среди псевдомонад очень много тех, которые могут при определённых обстоятельствах вызывать нежелательные реакции у человека. Поэтому это гораздо более трудная, гораздо более кропотливая работа отобрать именно тех псевдомонад, выделить именно тех псевдомонад и доказать, что они безопасны для здоровья. Поэтому их мало. То есть эти препараты доступны только таким исследовательским центрам, которые в общем в состоянии провести эту всю огромную колоссальную работу. Большинство же черпают ресурсы из естественной просто среды и отбирают самую простую – сенную палочку и триходерму. Ну, потому что у них ещё и достоинство навалом, конечно. Итак, многообразие биопрепаратов включает и биоэнсектициды, и деструкторы, целлюлозы той же, биоудобрения, биофунгициды, регуляторы роста, иммуномодуляторы и огромное количество всевозможных препаратов с различными активностями. Ну, речь идёт не о препаратах с активностями, а о организмах с активностями. Вообще, среди биопрепаратов, действующих вот этих компонентов, живых препаратов, очень мало тех, которые бы действовали очень узконаправленно. Такие препараты, очень узконаправленные, пожалуй, ограничиваются только препаратами инсектицидного характера, бактериальными, на основе бациллус турингенсис. Это битоксибацилин, липидоцит, ну и некоторые другие более современные препараты, которые, к сожалению, мало доступны, мы о них не говорим, потому что их невозможно ни купить, ни продать. Но они есть, они созданы, в том числе и в Беларуси. Это очень узконаправленные, то есть они убивают насекомых, определённых групп каких-то. Все же остальные, будь то триходерма, сенная палочка, псевдомонады, там азотфиксаторы, фосфатомобилизаторы, они все одновременно обладают большим или меньшим, но всё-таки комплексом и спектром активности, которые включают и регуляцию роста растений, и укрепление фитоиммунитета, и защиту от болезней, и улучшение плодородия почв, и вот всё, о чём мы сейчас говорили. Начнём мы с вами разговор наш сегодняшний с принципов применения биопрепаратов. Мы целый год от предыдущего семинара в интернете, здесь на семинаре мы учили биопрепараты. Какие бывают биопрепараты, какие у них свойства бывают. Мы показывали, что они и против каких-то определённых болезней борются, а другие не борются, наоборот. Учили, так сказать, их названия. В отношении некоторых из них тоже триходермы научились, я так думаю, искать их где-то в окружающей среде. Значение этой деревяшки прелой из леса вообще трудно переоценить. Потому что прелая деревяшка из леса, мы в лаборатории с детьми играем тоже. На самом деле делаем достаточно серьёзную науку, на самом деле очень серьёзную науку. Но мы можем делать всё, что нам в голову сбредёт, в рамках моей фантазии и безопасности. То есть всё должно быть очень безопасно. И вот мы уже этих деревяшек из леса перетаскали, какое-то колоссальное количество. И пересеяли этих кусочков древесины. И каждый раз, когда мы эти кусочки древесины высеваем, мы обязательно что-нибудь находим. Или какой-нибудь адский пеницилл, который убивает всё вокруг. И триходерма всё время там присутствует, всё время находится. Или какие-то там удивительные штаммы тех же грибочков, которые тоже поедают очень быстро хитин. Если мы говорим о трутовиках. Не обязательно там может найти стриходерма обязательно. Но что бы там ни росло, оно чаще всего обладает каким-то полезным свойством для сельского хозяйства. Или пенициллы, которые обладают тоже фосфат-мобилизующей активностью. Конечно, предсказать, что в каждой конкретной деревяшке найдётся, скорее всего, что там найдётся стриходерма. А что ещё, кроме триходермы, предсказать достаточно сложно. Но то, что там найдётся что-то, это 100%. Ну, конечно, в идеале нужно пользоваться стандартными препаратами. Потому что вся триходерма, которую мы можем найти в лесу, она вся такая же разная, как мы сидящие здесь, находящиеся и стоящие в зале. Да, каждая со своей особенностью, каждая со своими какими-то делами. Мы с девочкой выделили 40 штаммов триходермы разной. Это только потому, что мы поленились. Там чашек Петри уже просто не хватало в лаборатории, чтобы обеспечить ей вот эту ротацию. Но она 40 штаммов различных изолятов триходермы выделила, и они оказались абсолютно все разные. Они по-разному растут на целлюлозе. У них разная активность в отношении разных фитопатогенов. Но большим источником разнообразия, чем природа, невозможно воспользоваться. Но, конечно, когда мы говорим о препаратах, то ученый достает оттуда из этого огромного многообразия что-то по своей задумке и делает из него препарат. Что-то, что актуально на сегодняшний день. То ли фитофтору надо побороть, то ли какие-то болезни надо, то ли гнили побороть, то ли еще что-то. Но на самом деле, накапливая, накапливая, накапливая потихоньку на своем участке вот это разнообразие этой же триходермы, с той же деревяшки или с трутовика, мы просто запустим у себя на участке нормальную эволюцию, нормальный отбор. То есть какие-то триходермы будут отмирать, которые не подходят нашему участку, а какие-то будут оставаться. Это такая вообще отдельная тема для разговора. Что лучше брать? Сразу огромное многообразие триходермы с какого-то там трутовика и прелой деревяшки из леса, или все-таки узконаправленный препарат? Ну, узконаправленный препарат хорошо брать тогда, когда вы точно знаете, какая у вас проблема, и вы точно уверены, что этот препарат у вас на участке сработает против вашей проблемы. А если у вас все хорошо, да, ну так сказать, ну да, какие-то болезни там появляются периодически, то, наверное, накапливать у себя на участке многообразие и запускать вот этот естественный процесс эволюции у себя на участке, да, то есть есть кладоспариоз, будут отбираться те штаммы триходермы, которые жрут этот кладоспариоз с огромной силой, ну, потому что им больше есть нечего, которые есть не могут его, помрут, а которые могут, те останутся. Ну, и естественный отбор будет происходить. Поэтому это тоже очень интересная тема, которую мы, ну, я не знаю, первые ли, да, но одни, может быть, из первых, в абсолюте вообще сложно когда-либо говорить, что только мы и больше никто, ну, может быть, одни из первых, то поднимаем эти вопросы на канале про цветок у нас, потому что это важные технологии природного земледелия. Но когда мы говорим о конкретных препаратах, которые, вот, главное, чтобы там было живое начало, чтобы там было насыпано то, что там написано, вот. То очень важно определить ассортимент, то есть что нам надо, место, куда это внести, время, когда это внести, частота этого внесения, потому что препараты, как и химически синтезированные препараты, имеют ограниченный срок действия при внесении. И их совместимость обязательно, и чередование этих препаратов, то есть как сделать так, чтобы применение их было эффективным, чтобы они не подавляли друг друга, а дополняли друг друга. Собственно говоря, раньше 5 лет агроном-химик по защите растений, все это 5 лет учил, вот это все в отношении там в основном химически синтезированных препаратов в аграрном каком-нибудь институте. Потому что в отношении химически синтезированных средств защиты все это не просто актуально, а еще более актуально. Потому что биопрепарат в худшем случае не сработает, а химически синтезированный препарат в худшем случае нанесет урон вашему здоровью и окружающей среде. Поэтому это важные принципы. И выучив уже большой ассортимент различных препаратов, сейчас надо их выстроить в некоторую определенную систему, для того, чтобы правильно ими пользоваться, чтобы применение их было эффективным. Я хорошо понимаю, что сегодня я говорю об одном, завтра о другом, потом о третьем, потом какой-то химический метод вклинивается туда, потом давайте гипохлоритом попрыскаем сейчас. О боже, чем прыскать? То ли гипохлоритом, то ли железным купоросом. Что делать? Что будет более эффективно? И точно так же с биопрепаратами. И, конечно, нужна некоторая система. И как раз на сегодняшнем семинаре об этой системе мы и поговорим. Но прежде чем приступить непосредственно к обсуждению вот этих принципов применения препаратов, надо, конечно, сказать о проблеме, о выявлении, об определении проблемы. Что у вас? Иногда подписчики спрашивают, вот у меня клубника покрылась пятнами, что это и чем побороть? Конечно, ответить на этот вопрос практически невозможно. Но, конечно, на него отвечаешь. Потому что понятно, что если это фаза до начала цветения, например, земляники садовой, то раз нет конкретного симптома, то говоришь, просто какой-то препарат очень широкого спектра действий. Ну и говоришь, если вы дружите с медными препаратами, обработайте бордоской, вреда не будет. Скорее всего, какие-то пятнистости немножко прижмутся. Хомом, Аксихомом, Абигапик и так далее. Ну, какими-то медными препаратами. Если неприемлемы для вас обработки медными препаратами, то возьмите, обработайте бактогеном. То есть, это препарат, пожалуй, с самым широким спектром активности против болезни, как бактериальной, так и грибной природы. Но точно так же вы и у себя на участке, когда смотрите на растения, ну, окей, хорошо, кладоспориоз от фитофтороза можно отличить. Да, серый огниль от белой огнили тоже худо-бедно отличается. Но увяли листики и что это? То ли это бактериоз, то ли это вертицеллез, то ли это корневые гнили какой-то неизвестной природы, то ли это еще что-то. А там такие нюансы есть. Начало оно вять с верхушки или начало оно вять с нижних листиков? Начало оно вять и коричневеть или начало оно вять и краснить? То есть наметанный глаз фитопатолога может помочь определить эту проблему. Или поршана, картофели. То ли серебристая, то ли обыкновенная. Два абсолютно разных заболевания. Но резоктаниоз черную как бы еще отличишь от всех остальных. То есть вот этот момент определения, что это за проблема вообще, какая это проблема, он является очень сложным. И на сегодняшний день для приусадебного овощеводства, при всем обилии справочников, картинок в интернете, каких-то там энциклопедий по защите растений, при всем обилии вот этих вещей, консультацию о том, что это у меня такое, получить бывает довольно сложно. Тем более в интернете. Знаете, я иногда сам, ну, смотрю на картинку, ну, вот думаю, ага, там, ну, например, там это, ну, какая-то там болезнь, да, там, ну, не знаю, антракноз. Думаю, ну, загуглю, посмотрю, то есть картинки, да, каких только картинок на этот антракноз в интернете не вылазит. Любые болезни и пишут антракноз. Ну, то есть на самом деле интернет тоже не самый лучший помощник в этом смысле. Понимая, что зачастую бывает очень сложно определить ту или иную проблему, исследователи, ученые стараются сделать свои препараты для защиты растений как можно более широким спектром активности, чтобы вот они охватывали как можно больше, как можно больше различных проблем одновременно, потому что возможности определить, что случилось, очень и очень небольшие вот эти ресурсы у такого, ну, обыкновенного огородника и садовода. Поэтому есть препараты с более узким направленным действием, есть с более широким. Когда меня спрашивают, чем же отличаются, ну, слушайте, можно десяток препаратов найти даже в наших магазинах, содержащих сенную палочку. Чем они отличаются друг от друга? Они отличаются спектром своей активности. У кого-то больше, шире этот спектр, у кого-то уже, да. Как и в случае, там, испытания сортов, да, никто не делает, не сравнивает сорта, которые 20 лет назад пришли на рынок с сортами, которые вчера появились на рынке, да. Их не сравнивают между... Трудно понять, которые лучше. Лучше, которые новые или лучше, которые старые. И точно так же с биопрепаратами. Биопрепаратов много, каждый свой хвалит, но никто не сел и не сделал независимые какие-то исследования, да, что вот этот препарат в отношении этого лучше, а вот этот в отношении этого лучше. Вот посмотрите, как оно. В итоге, ну что, огородник, садовод, ему приходится ориентироваться на рекламу, на какую-то информацию. А реклама, ну, как всегда, понятно, что такое, как это, что такое туризм, а что такое эмиграция. Да, две большие разницы. Точно так же и с рекламой. Поэтому мы, конечно, на канале стараемся показывать, да, вот смотрите, вот оно, если кто-то хочет оспорить, там, сделать какие-то альтернативные исследования, то есть, ну, пускай, пускай делает, пускай тоже такие вещи показывает. Слава Богу, кто-то уже начал двигаться из производителей биопрепаратов в эту сторону. Там фабрика Кольцова стала выпускать какие-то, ну, какие-то вещи, ну, это здорово на самом деле. То есть, они уже стали показывать тоже чашки, стали показывать, как это все работает, как оно взаимодействует. Ну, качества препаратов нет, ну, хоть показывают, понимаете. То есть, они уже понимают, что люди, ну, не просто так, можно гуматов напереть туда без всего, да, и рассказывать там какие-то сказки и продавать за сумасшедшие деньги, а что все-таки туда надо это живое начало положить. Если не положишь, то сразу будешь разоблачен и сразу будет понятно, что там что-то некачественное. Теперь интернет широкий, слушают его много, поэтому, конечно, это заставляет производителей тоже внимательно относиться к своим покупателям, ну, с какой-то мерой ответственности. Поэтому один из хороших способов там работы с той же сенной палочкой, почему-то сейчас мы начнем разговор от стриходермы, а потом перейдем к сенной палочке. Просто, чтобы не упустить эту мысль, сразу скажу, что поскольку разные препараты, содержащие один и тот же вид, ну, разные штаммы, да, напомню, что штаммы, это как сорта, разные сорта, да, точно так же разные штаммы. Если они содержат один вид, ну, персиная палочка, а разные штаммы, то наиболее эффективным путем, когда вы не знаете, что у вас за проблема, будет, конечно, смешивание этих штаммов, смешивание там фитоспорина с бактофитом, с бактогеном, еще с чем-то для того, чтобы обеспечить, ну, максимальнейшую эффективность для борьбы с болезнями. Если вы, ну, более-менее представляете, что у вас за проблема, там, кладоспориоз или фитофтороз, или там какие-то гнили корневые, или еще что-то, ну, тогда можете выбирать просто препарат, более доступный, или, ну, с более широким спектром действия, если вам информация о спектре действия доступна. Поэтому иногда на вопрос, какой штамм взять лучше, да, я всегда буду отвечать, что возьмите все доступные, да, то есть все доступные возьмите, если вам финансы позволяют, если вам там в магазине они есть, если вы размножить их можете, да, возьмите их всех и применять их одновременно в смеси. Итак, триходерма. Триходерма является грибом, таким плесенью, да, в той части, в которой мы можем с ним работать, в лесу, у триходермы можно найти даже плодовые тела, вот, она, конечно, ни в коем случае не съедобная, но у нее тоже есть такая фаза развития, как плодовые тела. И она, вот, в той фазе, в которой мы ее используем, она представляет из себя такую белую или зеленую плесень. Белое очень важное замечание, почему? Потому что у многих на трутовиках стала расти белая, пушистая, вата-образная плесень. И сразу все забеспокоились, что, ой, это, скорее всего, не триходерма. На самом деле, для того, чтобы триходерме еще и позеленеть, ей нужен кислород и ей нужен свет, для того, чтобы ей хорошо позеленеть. Кроме того, а лучше всего, она зеленеет под синим светом, оказывается, то есть она споры выделяет очень хорошо под синим светом. И кроме того, есть, в принципе, триходермы, у которых мицелий, то есть вот эта вата, в любом случае, белая, а есть виды триходермы, но та же триходерма зеленая, которая зеленая, вне зависимости от освещения и каких-то других обстоятельств. Она чаще всего зеленая. Хотя даже и триходерма зеленая в определенные моменты может давать белый, пушистый, вата-образный мицелий. Поэтому она может быть очень разная, в том числе и белого цвета при определенных обстоятельствах. Это нормально, это абсолютно не страшно. Итак, есть два вида триходермы, которые преимущественно используются в сельском хозяйстве. Это триходерма харцианум и триходерма зеленая. Ну вот я выписал какие-то препараты, не выписывал препараты, где не нашел триходерму, в принципе не нашел триходерму. То есть есть препараты, но я сколько их не сеял, ни разу оттуда эту триходерму не высеял. Поэтому просто их не называю. Ну а эти можно считать, что при определенных обстоятельствах в большей или меньшей степени вам повезет найти там живую триходерму. Самый удивительный препарат из всех оказался препарат Атлант по триходерме. У этого препарата там в составе намешано черт знает что там. Все на свете. И бактерии какие-то, и все-все-все на свете. Но триходерма оттуда выделяется. Я покупал на Комаровке в самом затрапезном магазине. Выделяется она оттуда прекрасно. Причем среди всей огромной коллекции триходерм, которая у меня есть, это даже не считая диких, только тех, которые выделил из тех и других различных препаратов. Триходерма из препарата Атлант отличается максимальным ростом, максимальной агрессивностью по отношению к различным фитопатогенам. При этом очень мало кто слышал про этот препарат Атлант и как-то мало он не рекламируется нигде, никто его не называет, почему-то какой-то он маркетинговый такой яме находится. Но на самом деле оттуда триходерма выделяется и она побеждает все, все остальные триходермы. Да, первый этаж, вход с улицы прямо заходишь. А давно покупали? Летом покупал. Какой-то у меня был цикл следующей попытки выделить триходермы из каких-то препаратов. Я поехал, накупил там большой ассортимент этих препаратов и вот поехал там, там нашел его. Там вообще на Комаровке вот в этой зоне, когда проходишь мимо этого ТЦ-зеркала, проходишь как бы варочку такую, там этих магазинов садовых полно разных. Там один направо, второй налево. Вот где налево, там я и купил. Ну как-то не думал называть еще магазин какой-то. Ну в общем, при определенной сноровке можно его поискать и добыть. В основном применяется триходерма зеленая. Это неудивительно, потому что на сегодняшний день среди всех микроорганизмов, которые используются в сельском хозяйстве, триходерма зеленая является наилучшим поедателем целлюлозы. Почему так важно, что она хорошо поедает целлюлозу? Потому что, во-первых, она не позволяет кусочкам растений, на которых сохраняется инфекция, сохраняться достаточно долго и одновременно этой инфекции сохраняться достаточно долго. Когда она съедает быстро эти растительные остатки, она съедает также ресурс для огромного-огромного комплекса грибов, которые живут и питаются на этих растительных остатках. Это и фузариумы, это и кладоспариоз, это и серые гнили, это и склеротиниоз, это большинство патогенов, которые мешают жить и нам, и нашим растениям. Она все это съела и очистила нам почву. Одновременно съедая эту целлюлозу, эти растительные остатки. Она растет сама, она превращает эти растительные остатки в свое тело, в этот мицелий, который внутри почвы, распространяется свои споры. Когда она все съела, ей есть уже нечего, вся эта грибная масса начинает отмирать. Ее кто-то другой начинает есть, бактерии какие-то начинают подъедать. И все это возвращается питательными веществами азот, фосфор, калий, микроэлементы. Все, что содержало раньше растительные остатки, патогены, триходерма превратила в себя, а потом всевозможные другие уже микроорганизмы превратили это вещества, доступные нашим растениям. Таким образом, мы ускоряем вот этот круговорот, такое, как бы сказать, натуральное, естественное компостирование растительных остатков в почве, убивая сразу двух зайцев. Это лишая дома, пристанище и еды фитопатогенов, которые сохраняются в почве. И это возврат плодородия в почву. Ну, вот так вот выглядит триходерма зеленая. Обратите внимание, что вот здесь на триходерме зеленой могут быть белые пупсики выскакивать, несмотря на то, что она зеленая. И вот смотрите, она в банках, в банках на отрубях у меня росла. Растла она в темноте и росла она под закрытой крышкой, кислород она там весь съела, перешла к анаэробному существованию, она это может делать, она может достаточно глубоко в почве жить и она может расти в бескислородной среде. При этом она не превращает доступные органические вещества в углекислый газ и воду, как все дышащие организмы, точно так же, как и мы. Она превращает эти органические вещества в органические кислоты. А это очень важно. Очень важно. Почему? Потому что именно органические кислоты, которые выделяют микроорганизмы, ответственны за доступность фосфора, трудно растворимых, малорастворимых соединений в почве растениям. Поэтому, когда мы закапываем триходерму достаточно глубоко, и она переходит к бескислородному существованию, только нам туда надо что-то положить, чтобы она это кушала. Она еще выполняет важную функцию обеспечения и фосфатным питанием, и обеспечения микроэлементами. А почему микроэлементами? Потому что и железо, и цинк, и марганец, и медь, и многие другие микроэлементы при соединении с фосфатом становятся нерастворимыми. Точно так же, как кальция, фосфат, когда мы вносим залу, когда мы вносим кальциевые удобрения различные, известковые, мы тут же запираем этот фосфор в нерастворимых соединениях. То же самое происходит с магнием, железом и всем остальным. Именно микробы, в том числе и триходерма, внесенная в почву. А что такое анаэробная среда? Когда уже ей не хватает кислорода, эта глубина не такая уж и большая. Особенно, если кто-то не копает, особенно, если кто-то легко рыхлит, мульчой закрывает, то есть какие-то такие радикальные меры применяет при обработке почвы, то есть минимизирует обработку почвы. В этом случае там, да, внутри создаются достаточно анаэробные условия для того, чтобы хотя бы частично триходерма перешла к такому образу жизни. Ну и надо сказать, что та же триходерма вполне способна образовывать микоризу, пусть временную, непостоянную, но всё-таки микоризу с корнями. Таким образом мы решаем сразу много-много-много задач путём внесения триходермы в почву. Следующий слайд. Ну вот это триходерма харцианум, да, разная. Вообще на разных средах триходерма разных штаммов может быть очень разная. Это один из наиболее изменяющихся, если говорить о внешнем виде, гриб. То есть чуть-чуть среда поменялась, чуть-чуть соотношение компонентов в среде поменялось, и она стала то более зелёная, то более жёлтая, то более изумрудная. То есть она достаточно изменчивый гриб. Но нам важно её отличать. Ну не видеть, что это триходерма, да, возможно нам гораздо проще, если вы её выращиваете, культивируете, отличить её от аспергила, отличить её от пеницилла и отличить её от мукора, потому что эти три гриба чаще всего и мешают нам жить. Вот если это не аспергилл, не пеницилл и не мукор, то если вы туда засевали триходерму, то с вероятностью уже 99,9 в периоде то, что у вас выросло, и будет этой самой триходермы. о том, как отличить от пеницилла от мукора от аспергила, у нас был и не один выпуск на канале про цветок, ну то есть вы можете это посмотреть достаточно подробно, да, чтобы не возвращаться, не занимать к этому времени. Но вот что-то подобное вы при выращивании триходермы должны у себя увидеть, на чём бы вы ни выращивали, будь то зерно, будь то медузка на поверхности будет всё равно, она зелёная, как только к кислороду она поднялась, да, вверх, тут же начнёт поверхность этой медузки спороносить и станет она зелёненькая. ну у триходермы харцианум чаще можно наблюдать вот такие вот жёлтые тона, да, вот обрывает вербой, у меня там жёлтый, но вот этот жёлтый тон является камнем преткновения для нас, да, потому что такой же жёлтый тон может формироваться и у аспергилов, да, но аспергилы это одуванчик, понимаете, когда вы смотрите даже без увеличения, ну, конечно, зрение у меня уже тоже не совсем то, которое было в 20 лет, но я всё ещё вижу, да, ну, конечно, у меня глаз пристрелявшийся к этим вещам, но всё-таки он достаточно хорошо видно, что это рыхлая плесень с такими одуванцами, круглыми головками, стоит взять лишь небольшое увеличение, сразу видно, что там есть структуры, то есть, когда вы видите какие-то структуры, то ли метёлочки, то ли эти одуванчики, это сразу либо метёлочки пеницил, либо аспергил. Кроме того, пеницил пахнет, да, то есть, по запаху затхлому такому плесени, то есть, мы говорим, плесень воняет, то есть, классический запах плесени. Большинство пеницилов, с которыми вы можете встретиться при выращивании биопрепаратов, они дают характерный запах, а триходерма пахнет грибочками, а триходерма харцианум зелёная, она вообще конкретно грибами пахнет, а харцианум она иногда так, ну, подванивает чуть-чуть, не пенициловый запах, то есть, не вот запах подвала, да, сырого какого-то, то есть, не вот эти запахи. Итак, триходерма. Мы будем говорить о такими табличками, да, будем идти по принципам применения того или иного, той или иной группы препаратов, и будем рассматривать различные аспекты. Можно ли вносить триходерму в почву? Да, можно вносить в почву и триходерму зелёную, и триходерму харцианум. Но давайте здесь остановимся и один раз и навсегда для себя решим, что если ваша почва содержит значительное количество растительных остатков, в этом случае для внесения в почву триходерма должна стать таким организмом вашего выбора. То есть, вы всегда должны выбирать триходерму, ну, если говорить, что вносить, лучше триходерму или сенную палочку, да, чем всё-таки лучше пролить. Вот если вы почву обеспечиваете растительными остатками, то вносите всегда триходерму. Если вы закапываете растительные остатки, если вы вносите полуразложившиеся компосты, если вы вкапываете опилки, солому, сено, там ещё что-то такое, да, если вы организовываете мульчу толстую, да, хороший слой мульчи, вы обязательно должны внести в почву триходерму. Это не то в смысле, что вот прям обязательно триходерму, если используете. Но если вы не будете обеспечивать почву растительными остатками, то триходерма там не приживётся, не будет нормально там существовать и не будет выполнять ту функцию, которую она призвана выполнять. То есть, если вы хотите, чтобы триходерма работала, обеспечьте её едой как следует. Тогда она даст много мицелия, она даст много спор, и тогда она как раз будет отбивать эти атаки грибных всяких патогенов, чтобы они дальше не внедрялись в корни, чтобы они не летели с пылью на листья с каплями при поливе и всё остальное прочее будет обеспечивать. Если вы не готовы вносить растительные остатки в любом виде в почву, то в этом случае вам от триходермы во всех случаях лучше воздержаться. И отдать предпочтение бактериальным препаратам. Почему бактериальным препаратам? Бактериальные препараты чаще питаются от растения. Растение само будет корнями давать им выделение для питания. И бактерии эти будут приживаться в ризосфере, в зоне роста корней. А вот триходерма, чтобы для того, чтобы она распространилась хорошо, ей нужно дать много еды. Поэтому внесение вот это резание соломы, то, что современный в Германии, никто ее в буртету соломы не складывает. Идет подборщик, режет мелко и тут же рассыпает в поле. И вот это самое лучшее для того, чтобы пройти потом опрыскивателю на фермерском поле и опрыскать это все триходермой. Вот это самый лучший вариант. Допускаются ли опрыскивания триходермой? Да, допускаются опрыскивания. В большей степени триходермой зеленой, нежели чем триходермой харцианум. Почему так? Потому что триходерма обеспечивает очень хорошую стимуляцию роста харцианум. Зеленая триходерма стимуляцию роста обеспечивает, но в основном за счет того, что отбивает атаки патогенов, разлагает целлюлозу, возвращает питательные вещества, то есть там нет специфической такой ростостимулирующей активности. А вот триходермой харцианум как раз обладает способностью даже выделять гормональные вещества, которые способствуют росту растений. Поэтому ее хорошо опрыскивать. Способность к паразитизму на фитопатогенных грибах. Конечно, у триходермы зеленой способность к этому паразитизму весьма и весьма высока. А вот у триходермы харцианум она гораздо скромнее. При этом существует достаточно много статей, каких-то публикаций рекламного и научного характера, где описываются разные штаммы триходермы, наука, что-то выделили и описывают. Но если говорить о том достаточно узком спектре препаратов, которые доступны в ближайшем магазине, то можно говорить именно о таком принципе, что триходерма зеленая и быстрее растет, и быстрее захватывает территорию, и лучше обрастает вот эти мицелии, фитопатогены грибов. То, что мы показывали на каналах, это можно визуализировать и в этом убедиться. Способность к выделению антибиотических веществ. У триходермы харцианум это способность гораздо выше именно отбивать атаки. То есть, если вы готовите компост, например, то вам, безусловно, надо отдать предпочтение триходерме зеленой. А если вам надо побороть корневые гнили, то в этом случае вам лучше использовать триходерму харцианум. Если вы хотите оздоровить почву в плане быстро переработать растительные остатки, внести осенью что-то, что быстро переработает растительные остатки, то в этом случае вам лучше использовать триходерму зеленую. А по весне для того, чтобы триходерма харцианум размножилась и дала как можно больше антибиотических и ростовых веществ, вы же туда будете растения сейчас высаживать, то вам лучше отдать предпочтение триходерми хорцианум. То есть триходерма зелёная – это такой осенизатор, она подбирает и чистит. А триходерма хорцианум обладает умеренной такой способностью, при этом она ещё хорошо стимулирует рост растений и выделяет антибиотические вещества, препятствующие заражению корней, в первую очередь различными грибковыми патогенами. Способность конкуренции. У триходермы зелёной гораздо выше, чем у триходермы хорцианум. Триходерма зелёная растёт мигом. Вот момента не успела её посеять в чашку, уже всё, третьи сутки она уже всё обросла. А триходерме хорцианум ещё надо раскачаться. Поэтому тот же самый принцип, то есть то, что я сказал, осенью лучше триходерму зелёную, весной лучше триходерму хорцианум. Потому что осенью надо, чтобы триходерма зелёная разрослась, никому не дала шанса перезимовать. А по весне после этого надо внести триходерму хорцианум, для того, чтобы она подготовила землю к посеву или посадке туда растений. Защита от бактерий. К сожалению, ни триходерма зелёная, ни триходерма хорцианум не обладают достаточной активностью, чтобы защищать от фитопатогенных бактерий. С этим справляются только бактериальные препараты. То есть если на вашем участке проблема – это бактериозы, бактериальные заболевания, то в этом случае надо отдать предпочтение другим препаратам для обработок. Способность к разложению целлюлозы у триходермы зелёной гораздо выше, чем у триходермы хорцианум. Ну, между прочим, вот эта возможность отбора триходермы с тротовичков, ведь у тротовиков что там твёрдое, что там самое главное? Вообще хитин. То есть те триходермы, которые вы отберёте с тротовиков, они будут наиболее активны в отношении фитопатогенных грибов. А те, которые вы принесёте с деревяшками вместе, будут наиболее хорошо разлагать целлюлозу и захватывать всё вокруг. Отсюда мораль. Вкопайте деревяшки, тротовички пусть обрастут, обмойте с них триходерму и опрыскивайте, проливайте ваши растения в течение вегетационного периода. Это будет очень хорошо. Но если вы закопаете тротовики, это тоже будет очень хорошо. То есть она тоже обладает хорошей активностью. Но если у вас есть возможность выбора, и вы стоите, вот у вас и куча деревяшек, прелых из леса, и куча тротовиков, и растерянности, куда что положить. То есть деревяшки лучше закопать, а тротовички в ведре обболтать, промыть и этим всем пролить, опрыскать, опродождевать ваши растения. Повышение всхожести. Триходерма зелёная обладает очень хорошими свойствами к повышению всхожести семян. Харцанум в меньшей степени. Стимуляция питания, возможность образования микоризы. У триходермы зелёной гораздо лучше. Сохранность в почве примерно одинаковой у триходермы зелёной и у триходермы харцанум. Сохранение в мульче у триходермы зелёной очень хорошее. Внеся один раз в мульчу триходерму зелёную, вы можете больше её туда не вносить. Она там приживается и пробудет до самой осени. Вкопав эту мульчу в почву, вы можете не беспокоиться о расселении триходермы зелёной уже в вашей почве. Вам уже можно ничего не вносить. Ваша мульча и превратится в самый лучший источник триходермы для почвы. Триходермы харцанум в этом смысле более скромные возможности. Обработка урожая для того, чтобы он сохранялся. Лучше всего это сделать в отношении корнеплодов и лучше выбрать триходерму зелёную, потому что стимуляция роста на частях растений, находящихся в фазе покоя, то есть именно в корнеплодах, нам вовсе ни к чему. Нам надо, чтобы они сохранялись как можно дольше без болезни. Вот этот вот опрыскать, то есть немножечко легко после уборки триходермы зелёной перед закладкой на хранение, морковь, свёклу, даже картофель, это будет очень хорошая идея для того, чтобы сохранить их в целости и сохранности, предотвратить развитие там болезни. Там триходерма особо развиваться не будет, ей там особо развиваться не на чем, потому что ни при каких обстоятельствах триходерма зелёная и харцанум не поедают живую растительную ткань, не могут. Они будут, лишь если где-то какая-то гниль завелась, они будут поселяться на этой гнили, выедать эту гниль до здоровой ткани, одновременно выедая и патогенов. Таким образом будут защищать при хранении от грибковой инфекции ваш урожай. Многие хранят свёклу и морковь, например, в редьку, репу, в песке. Очень хорошо этот песок смешать с триходермой для того, чтобы обеспечить длительность хранения. И возможность размножать. Есть и у той, и у другой триходермы. Размножаются они достаточно хорошо. Условия для внесения триходермы. Триходерму можно использовать, когда почва прогреется до температуры больше 10 градусов. Но вносить её можно и раньше, но работать она будет только при этой температуре. С другой стороны, такой лимит не является проблемой, потому что и фитопатогены, которые обитают в почве, тоже не активны при плюс 5. Они тоже будут активироваться одновременно при таких вот температурах. Поэтому раннее весеннее внесение триходермы в гряды, которые готовятся к использованию, является очень и очень предпочтительным. Условием успешного культивирования для зелёной триходермы это наличие большого количества целлюлозы. Собирайте корочки, собирайте очистки овощные, собирайте салфеточки, чайные пакетики. Всё это источники целлюлозы для триходермы зелёной. Сушите, складируйте их каким угодно образом, удобным и комфортным для вас. Нынешней зимой можно эти все остатки вносить вообще без проблем. Очень часто я встречаю в интернете какие-то вещи, что там подгнила тыква, разложил его на грядах, и она сгнила, и обогатила, и всё остальное. Меня, если честно, подобного рода рекомендации приводят в ужас. В ужас, потому что с тыквы, с кабачка ссевается такое количество фузариума, который привёл к гибели, к порче этой тыквы и кабачка, что раскладка вот этих плодов, гниющих, просто так гниющих, бесконтрольно, в огороде, это просто не желать себе добра, это просто обогащение, обогащение, накопление инфекционного фона. Да, конечно, кто-то может сказать, что я уже так делаю 3 года, и ничего у меня там не болеет, всё у меня там хорошо. Ну 3 года хорошо, а на 5 уже просто всё умрёт, и потом все последующие 10 лет ты не будешь знать, куда тебе кинуться, и что тебе делать, и чем тебе, какой жёсткой химией обрабатывать, для того, чтобы этот фузариум весь там извести, потому что он тоже имеет, да, там способность такую сидеть, 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 а потом давать вспышки при каких-то определенных обстоятельствах, там влажность, температура, условия года какие-то, поэтому такие методы можно применять, то есть те же корочки, очистки, всё что угодно, но обязательно надо одновременно, чтобы там у вас была триходерма, чтобы всё, она это всё быстро съела, разложила, и всё, поэтому выкопали ямочку небольшую, вывалили туда очистки, посыпали или полили сверху триходермой, закрыли, потому что именно в таком случае вот этот метод внесения растительных остатков, особенно овощей, будет безопаснее, в остальных случаях гарантировать, что даже банан, банановая кожура не будет иметь на своей поверхности тот же фузариум, целая беда с этим фузариумом, и вот так вот просто взять банан и закопать с этим фузариумом, ничего хорошего в этом нету, потому что на этот банан кинется не только тот фузариум, который на этом банане приехал из тропиков, но он может томаты и огурцы не заразит, но туда прекрасно кинется тот фузариум, который у вас в этой теплице уже 10 лет, например, при отсутствии всего оборота уже накапливался, и этот банан, закопанный в лунку, станет прекрасным источником всех болезней для ваших растений, какие у вас только там накопились, вы их подкормили точно так же, как могли бы подкормить триходерму, поэтому одновременное внесение триходермы, особенно зеленой, является очень важным. Для триходермы харцианум, поскольку способность ее к разложению целлюлозы более скромная, ну, ради справедливости надо сказать, что есть такие специальные препараты, где находится именно триходерма харцианум, которая очень хорошо умеет разлагать целлюлозу, но это не глиокладин, а других источников триходермы харцианум у нас практически нету, то есть вот эти препараты другие, другого качества, они нам просто недоступны, поэтому я о триходерме харцианум, когда говорю, я в большей степени говорю о той триходерме, которая находится в препарате глиокладин, хотя там есть старнифак, какие-то еще препараты другие, которые именно направлены на разложение целлюлозы, но она тоже разная, как и синая палочка, триходерма тоже разная, но остановимся только на той, которая доступна. По отношению к смешиванию препаратов, конкуренция с сенной палочкой очень высокая, при этом сила находится и победа находится на стороне сенной палочки, поэтому их надо максимально разводить в стороны, то есть все-таки проработав уже не первый год на этой теме, могу сказать, что все доступные препараты нам с эффективностью против заболеваний, если это синая палочка, то она будет душить и триходерму тоже, поэтому надо все-таки этот принцип разнесения пространства или во времени сенной палочки триходермы он остается вполне актуальным. небольшая активность против триходермы есть у препарата гулливер, небольшая, но она есть, но небольшая, то есть несравнима с сенной палочкой. У прочих бактериальных препаратов, о которых мы будем говорить, у них активность такая, ну достаточно, они дружат, все остальные препараты дружат, то есть стимул, можно смешивать вполне с триходермами и одной, и второй. И азофит, и фосфатовит, и азофит, калевит, их всех можно смешивать с триходермой. Следующий. А, замачивание в триходерме допускается, и это неплохо, а в особенности в отношении триходермы зеленой. Есть один замечательный секрет, как повысить всхожесть семян перца. Оболочка, я ничего о нем никогда не говорил, говорю сейчас первый раз, рассказываю. Оболочка семян это целлюлоза. И многие растения, такие в том числе как перец, требуют, а если у них немножко недозревшие семена, то есть они схожие, но у них нету энергии, энергии схожести хорошей, жизненной энергии внутри, не хватает питания для того, чтобы пробить все эти оболочки, чтобы туда вода хорошо проникла и так далее. Их очень хорошо обрабатывает триходермы зеленые, потому что триходерма зеленая с момента ее нанесения на поверхность семян начинает подъедать эту самую оболочку, ее размягчать, ее утончать. Это не что иное. У нас есть физическая скарификация, то есть мы песочком можем потереть или выжигательным аппаратом крупные семена можно наносить несколько точек на семена душистого горошка, которые туго схожие семена крупные, то есть как-то нарушать целостность этой оболочки для того, чтобы улучшить схожесть семян. Либо химическое, когда мы замачиваем в каких-то достаточно агрессивных растворах семена для того, чтобы размягчилась их оболочка. Но есть еще и биологическая именно с помощью триходермы зеленой. Это неплохой совершенно биологический способ для того, чтобы преодолеть вот эту плохую схожесть. Не в том смысле, что они мертвые, а в том смысле, что им тяжело выпустить этот корешок. Даже многие может быть и сталкивались, даже семечко перца, даже будучи сухим посеянное в почву, вылазит, оно у него на поверхности семидольки не могут раскрыться, оно как в колпачке находится в этой семенной оболочке и потом начинаешь его ковырять, обязательно чем-нибудь оторвешь и все. Триходерма зеленая как раз предотвращает подобного рода инсинуации и проблемы, связанные с плотной вот такой оболочкой. При посадке рассады очень хорошо заправлять землю, готовить землю с помощью триходермы. Надо внести в ту земляную смесь, которую вы готовите, очень хорошо вносить триходерму. Она доест там как долго замачивать? Как в виде пирожка? Ну, если вам доступны только препараты, которые вы покупаете, то вы просто действуете по инструкции, разводите, как там написано, в этом растворе прямо замачиваете и держите ее там сколько надо, столько и держите. То есть не надо промывать, это не то, как протравливание, что на 30 минут надо, например, замочить. Нет, вы просто в этом растворе и проращиваете. Если вы высеваете сухие семена, то в этом случае вы просто триходермой проливаете или если это триходермин зерновой, значит, просыпаете грунт, подселяете триходерму к этим семенам. Можно семена обработать триходермой, то есть там в каком-нибудь мешочке опустить споровую массу и высеять после этого. Я, например, не люблю мокрые семена высевать, мне за пальцы цепляются, мне не нравится. Мне кажется, лучше сухие разбросать и в луночку пролить триходерма и закрыть землю. И там она начнет работать, все будет замечательно и прекрасно. Острые сорта перца как раз очень часто грешат тем, что плохо вылазят и всходят. Вот это очень хороший способ такой биологической скорификации, то есть размягчения, утончения этой самой семенной оболочки. А сейчас пока портунь работа триходермин? Да, да, до самой до самого помещения в землю. То есть проклюнувшиеся семена, все это нормально и хорошо. Да, да, да. Весной очень хорошо вносить в почву триходерму, то есть когда вы готовите почву в теплице, ее надо готовить заранее, там за 2-3 недели до посадки растения, то кто-то и раньше даже делает, кто-то даже подсевает сидораты какие-то одновременно, то есть они еще успевают там за в 20-х числах мая например рассада в поздние сроки высаживается в теплицу, но так если в апреле посеять горчицу, то она еще хорошо отрастет, ее можно перекопать. Вот во время первой обработки почвы в теплице или в грядах тоже очень хорошо внести триходерму. и обязательно надо однократно вносить осенью триходерму после того, как вы убрали все растения со своего участка, будь то теплица или будь то открытый грунт, вам обязательно надо внести триходерму. О схемах для конкретных групп растений мы поговорим, они будут на экране и возможно вы тогда еще более стройно поймете, в какой период времени это делать. Сеная палочка и ее родственники близкие к сенной палочке виды, потому что есть там различные виды, в основном мы их называем сенной палочкой. По сенной палочке разнообразие препаратов еще больше, чем в отношении триходермы. Если у триходермы используются два основных вида харцианому зеленые, то сенная палочка она и есть сенная палочка. Возможно еще раз несколько видов внутри, но никто их не различает. Все пишут сенная палочка. Конечно, бактоген, бактофит, аллерин, гаммаир, споробактерин, фитоспорин, кыш, мыло, вот это кыш, которая, вот, фито-допомога, фитопфлора-эс, такой препарат есть, он тоже гуминовый, но из которого прекрасно в монокультуре высевается сенная палочка. Вот это, понимаете, это один из примеров. Могут сделать тот же кумат, да, те же гуминовые гранулы этого фитофлора-эс, и чтобы там не было ни аспергила, ни пеницила, ни какой там грязи. То есть, если захотят, то могут так сделать, а сенная палочка оттуда высевается прекрасно. Я, почему вынес отдельно бактоген в качестве препарата? Среди множества препаратов сенной палочки бактоген, конечно, выделяется в отдельную категорию. Бактоген когда-то создавался в рамках государственной программы. Создавался он для наших тепличных хозяйств, крупных тепличных комплексов. Потому что в тепличных комплексах на сегодняшний день проблемы грибных заболеваний практически есть какие-то отдельные, но в целом они достаточно хорошо решаются химически синтезированными фунгицидами при необходимости. И святое место пусто не бывает. Когда мы травим какую-то одну группу организмов, на ее место обязательно придет какая-то другая на эту еду. И, к сожалению, туда приходят бактерии. А с бактериями работать с фитопатогенами очень сложно. Нету препаратов, нету антибиотических препаратов, там какие-то единичные есть, но их применение тоже достаточно сомнительно, что не возникнет устойчивость к этим препаратам достаточно быстро. Ну, а синтетические антибиотики или полусинтетические в принципе нельзя использовать в сельском хозяйстве в растеневодстве. Ну, там кур и КРС и свиней конечно колят антибиотиками, деваться некуда, но в растеневодстве использовать запрещено из-за быстрого привыкания адаптации микроорганизмов к этим антибиотикам. Поэтому была задача создать препарат, который будет подавлять в том числе бактериальную, вредную бактериальную микрофлору. И такой препарат был создан. Это препарат бактоген. Потому что остальные препараты создавались для борьбы с грибными заболеваниями, как альтернатива химически синтезированным фунгицидам. А все-таки бактоген создавался как препарат для борьбы в первую очередь с бактериальной инфекцией. Но одновременно он борется с бактериальной инфекцией и у него и широчайший спектр и очень высокая активность в отношении грибных фитопотокенов тоже. То есть он получился такой... То есть это не было целевой задачей, но так вышло, что у него эти две активности очень и очень сильные. Поэтому и бактоген и прочие препараты вполне можно вносить в почву. Но, собственно говоря, почва это естественное место обитания сенной палочки. И те, и другие все препараты сенной палочки очень хорошо можно использовать для опрыскивания. Почему? Потому что все активные вещества, за которые мы любим сеную палочку, они находятся в растворе. То есть сенная палочка выделяет антибиотические вещества в раствор. И это не те антибиотики пенициллины, макролиды или что-то еще, то, чем мы лечимся. Это не совсем антибиотики, это антибиотические вещества. Чтобы вы понимали, что я бы сейчас только что сказал, что антибиотики запрещены, и сенная палочка выделяет антибиотики, и мы ими работаем. Совсем другой природы антибиотики. Мы еще даже не лечимся. Еще только наука работает в ту сторону, чтобы использовать этот ресурс, в том числе для здоровья человека. Так вот, все, что нам нужно от сенной палочки, все находится наружу, в том растворе, в котором она росла. Поэтому опрыскивание очень-очень желательно. У бактогена также очень сильная стимуляция роста, потому что он способен к выделению гормонов ауксиновой природы. Ауксинов, когда мы пользуемся корневином, когда мы пользуемся такими вот препаратами, это ауксины синтетические, а он выделяет их в естественной форме. Надо сказать, что сенная палочка способна проникать внутрь растения и жить там, как так называемые эндофитные бактерии. То есть, не нанося урона растению, она населяет его внутри ткани, и дальше она там внутри находится, в том числе и ростостимулирующие вещества выделяет, способствует накоплению вегетативной и в первую очередь корневой массы, и там же она выделяет антибиотические вещества, и там же она выделяет все остальное, за что мы ее любим, таким образом отбивая атаки от болезней, болезнетворных микроорганизмов. Ну, конечно, она не задаром там живет, она немножечко кушает те сахара, те вещества, которые синтезируются растением, но без патогенеза, то есть она не убивает клетки, не способна убивать клетки для того, чтобы получить питание, то есть растения находятся с этими бактериями в гармонии, то есть растения завлекают, даже можно так сказать, этих бактерий к себе, в зону роста корней, специально выделяют для них питание там, и в том числе заселяются они внутрь, и это очень хорошо. Другие препараты такими способностями не обладают, ну, по крайней мере, не выявлены. Защита от грибов очень хорошая у бактогена, а у прочих разная, я вот так ее обозначил, что она разная, то есть вообще нет ни одного универсального препарата на основе синой палочки, который бы убивал ну, просто все фитопатогены, которые существуют. Все равно где-то спектр больше, меньше, где-то активность больше, меньше, поэтому вот из-за того, что там эти плюсики-минусики разные, из-за этого я рекомендую, если есть возможность смешивать перед применением разные препараты, то смешивайте. Это наиболее оптимальный путь и вариант для использования этой группы биопрепаратов. Защита от бактерий у бактогена очень высокая, у прочих препаратов или ее вообще нет, ну, или она очень слабая. Защита от фитофторы у бактогена высокая, у прочих только у бактофита и у фитопофлорез. Тоже такой, можно сказать, ну, не очень раскрученный этот препарат фитопфлорез, но, однако же, в магазинах продается в виде этого черного порошка, обогащенного этими бактериями, которые, как я сказал, оттуда выделяются прекрасно в монокультуре. Вот. Все остальные испытанные вот из того перечня активностью против фитофтороза, не обладали. Сохранение на листьях. Бактоген хорошо сохраняется, прочее по-разному, но, в общем-то, тоже сохраняются на листьях. Сохранение в почве также и у бактогена, и у прочих препаратов нормальное, то есть, нельзя сказать, что кто-то переживет от сезона до сезона, но, в принципе, там, 2-3 недели они сохраняются в почве. Пригодные все препараты сенной палочки для обработки урожая при закладке на хранение, при этом, в данном случае можно обрабатывать не только корнеплоды, но и вообще все, и фрукты, и яблоки, там, ну, абсолютно весь урожай можно обрабатывать этими препаратами при закладке на хранение, потому что, ну, особенно в отношении яблок, и видео мы делали, что поражаются они этой пеницеллезной гнилью, это очень опасно, накапливаются там эти токсины в этих яблоках, кто-то там вырезает, там, как-то что-то варит, ничего это не помогает, все эти токсины там остаются, никакая глубокая переработка не помогает избавиться от этих токсинов в яблоках, поэтому, если у вас значительные формируются к осени запасы яблок, то зарядили в опрыскиватель, легонечко обработали эти плоды хоть с одного бачка, потому что, понимаете, бактерии такие штуки, что если она попала, да, с одного бочка на яблоко, то она уже попала на все, то есть она уже там распространится нормально, и будет она там потихонечку существовать, и при наступлении каких-то условий, там, повышения влажности, ну, то есть одновременно, если условия стали благоприятны для развития болезней, одновременно они становятся благоприятными для развития сеной палочки, и вот она будет отбивать эти атаки, этих, микроорганизмов, которые атакуют растения во время хранения. Конечно, у бактогена тоже незапредельные способности, там, она тяжело отбивает атаки аспергила, она тяжело отбивает атаки некоторых пеницилов, ну, в общем-то, проблемы хранения она может решать. Ну, можно точно так же обрабатывать и триходермой, то есть что у вас под рукой есть, что у вас, что вам удобнее, то вы можете делать. Другое дело, что съесть, сеную палочку, ничего страшного в этом не будет, если вы ее съедите, а вот глотать триходерму, ну, не так уж и приятно, поэтому, если речь идет о яблоках, то есть которые вы помыли, не почистили и едите, то лучше отдать предпочтение сеной палочке, а для картофеля, корнеплодов, лучше дать предпочтение триходерме. Сеная палочка начинает работать при температуре плюс 15 градусов, но в силу того, что она вносится в виде споровой массы, а вообще активность сеной палочки возникает в момент превращения спор в бактериальные клетки, когда спора лопается, и из нее выходит бактерия, да, клеточка, и начинает размножаться, то одновременно со спорой, в этой подоболочкой споровой находится концентрат вот этих антибиотических веществ, и она лопнула, и обогатила окружающую среду вот этими антибиотиками. Потом в процессе своей жизнедеятельности сеная палочка все еще выделяет какие-то количество антибиотиков, то есть она вполне эффективна, но максимальная эффективность сеной палочки возникает в момент перехода из неблагоприятных условий для сеной палочки в благоприятное, то есть в момент превращения споры в живую клетку. Поэтому ее можно вносить и в более ранние сроки, вы в любом случае внесете споровую массу какую-то, и когда, как только условия станут благоприятными, так сразу эта спора вскроется, и выйдут наружу все эти антибиотики. Другое дело, что сама схема, вот предлагаемая мною использование сенной палочки, в принципе не предполагает внесение ее в какой-то ранний весенний или поздне осенний период надо там отдать предпочтение все-таки триходерме, а сенной палочкой работать, когда потеплее. Для того, чтобы она в почве хорошо сохранялась, ей нужно много органики, достаточное количество органики, но при всем том, если даже у вас органики мало, она просто будет жить в зоне роста корней, просто-напросто она не распространится очень широко сплошным каким-то фоном на вашем участке, она просто будет жить там, где живут корни и там, где корни выделяют питательные вещества, поэтому в отличие от триходермы сенная палочка нуждается в наличии питания в почве гораздо меньше, главным питанием для нее являются живые корни растений, поэтому высеяли седераты внесли сенную палочку например в почву, вот она тогда будет очень хорошо работать, но и триходерма все-таки для внесения в почву в случае седератов или в случае ранневесеннего или позднеосеннего санации почвы является все-таки более предпочтительной. Конкуренция с грибами у сенной палочки очень сильная, с препаратами гулливер, стимул, прочими сенными палочками нет, то есть ну можно смешивать все это смело, с азотовитом и фосфатовитом по-разному, но у фитоспорина например наблюдается достаточно сильная активность против азотфиксирующих бактерий, против азотобактера, а у бактогена такой активности нет, мы когда-то в видео показывали прямо на чашках как это выглядит вот этот антагонизм, поэтому у разных штаммов по-разному, но мы тестировали бактоген и оказалось, что ну собственно его так создавали, понимаете, это была очень кропотливая работа, они не просто вот вынули из окружающей среды сенную палочку, выбрали, которая там пять грибов душит больше всего и сделали на ее основе препарат, он создавался очень кропотливо, потому что это был госзаказ, госзаказ от тепличных хозяйств, а там знаете какие хозяйственники, там нельзя плохо сделать, да, то есть они предъявляют очень серьезные, у них деньги, у них должно все работать очень сильно, я могу сказать, что на сегодняшний день главным потребителем препарата бактоген является даже не население, население только последнее время получило доступ к этому препарату, и между прочим предпринимались усилия, уговоры, чтобы завод повернулся лицом к населению и начал продавать эти препараты для населения, потому что их объемы выгребаются тепличными хозяйствами, выгребаются фермерами, выгребаются крупными тепличными комплексами, почему? Потому что даже при наличии ресурса химического, то есть даже когда можно обработать химическими препаратами, любой химический препарат обладает хоть такой, хоть сякой, но фитотоксичностью, он все равно прижимает растения, идет потеря урожая, поэтому даже если есть возможность работать химическими препаратами, в комбинированной технологии хозяйство предпочитают работать бактагеном, тот же агрокомбинат Ждановичи, даже на своем, ну то есть у них есть участок органического земледелия, сертифицированный участок производства органических овощей, там они конечно только бактагеном работают от болезней, а даже на участках, где у них стандартная технология, они все равно предпочитают работать биологическими средствами защиты растений, потому что любая химия приводит к снижению урожая, в любом случае приводит к снижению, это как стресс для микробов, для грибов патогенных, это точно такой же стресс и для растений, вот эту найти грань между не додать, пожалеть растения и препарат окажется неэффективный в отношении химически синтезированный в отношении патогенов, или дать хорошую дозу, но прижать растения, это всегда очень тонкая грань, это искусство агронома по защите растений, найти вот эту точку применения химических препаратов. С биологией вы никогда не передозируете, никогда. Вы первый были. Если цикличное хозяйство в октаген используют большими объемами, используют ли они триходерму? Немного. Дело в том, что триходерму использовали тогда в Советском Союзе, очень много использовали триходерму, колоссально использовали триходерму. Я всегда говорю, что знаете, в интернете, когда я читаю отзывы, говорят, вот Иван Анатольевич там прям открыл глаза, что-то изобрел. Я мало изобрел на самом деле. Еще в советские времена, еще когда я был маленький, существовала огромная разветвленная сеть станций защиты растений, лаборатории биометода. И у нас в Прилуках была такая лаборатория биометода, где наращивали триходермин зерновой в огромном количестве. Потом существовала система. Институт наращивает закваску, передает на лабораторию биомеды. В каждом районе, в республике, везде такое по всему Советскому Союзу было. Затем эти лаборатории наращивают на зерне, например, триходерму уже в большем количестве. Затем распределяют по тепличным хозяйствам этот зерновой триходермин. тепличные хозяйства дальше по технологии, по инструкции наращивали уже большой объем этой триходермы на торфе. Там с добавками специальными, но вот носителем был именно торф. И уже потом в виде торфа вносили, но теперь у нас нету грунтовых теплиц. У нас никто, крупные тепличные комплексы не выращивают в грунте. Они выращивают в кокосе, в минеральной вате, на гидропонике. Ну, то есть у них другие технологии, поэтому они сейчас триходермы не пользуются. А вот вообще-то там, скажем, средние фермеры, мелкие фермеры, приусадебное хозяйство, кто на грунте выращивают, они, конечно, должны вспомнить те все рекомендации методические, которые были положены в советские нормативные акты, как это правильно делать. И, конечно, могли бы ими руководствоваться гораздо шире. Просто тогда их уже этому не учили в какой-то период потом, а потом уже кроме химии, то есть у нас в Советском Союзе очень хорошо развивался биологический метод, но потом было направление на химизацию сельского хозяйства, химии дали зеленый свет, и уже как-то этот биометод немножко стали забывать. И потом выросло поколение, которое про этот биометод уже особо и не слышало, не учило, кто-то вообще не учился, просто при земле живет, просто смотрел, как колхозы делают, вот какие методы есть, ну а что, чем работать, что продается, тем и работаешь, что из Польши привезешь в багажнике, тем и работаешь, да, что знаешь, то есть, и вот упустили этот момент, а на самом деле это и обрабатывали стенки теплиц триходермой обязательно, вот оборот убрали овощей, там огурцы, томаты, и обязательно все стенки обработали триходермой, это было просто, ну, ну просто в техкарте было записано как обязательное мероприятие по защите. Ну, говорю, потом химизация все убила, а теперь мы должны вроде как изобретать велосипед, но к счастью, все было, все, все, ну или ну не все, но многое было изобретено до нас, и мы на этом фундаменте просто совершенствуем эти методы, находим новые штаммы, там подходы, какие-то удешевления и все остальное прочее. Поэтому тепличные хозяйства с триходермой работают мало, просто потому, что у них нет грунта. Был бы грунт, они бы работали, конечно. Да, да, ну я тут писал именно про живые биопрепараты, Максимун, поскольку не живой, инактивированный препарат, но он вполне совместим со всеми бактериями. Да. Да, да, вполне. Я хотела спросить, триходермы вы сказали с триходерков, смыть триходерму, а можно потом дальше подержать, на них же расти? Они будут расти прекрасно, пока не превратятся в компост, в ничто, да, то есть это тротовичок, конечно, многоразовый. Можно вернуться, вот там был слайд, где перечисляли препараты. Препараты чего? Семная палочка и родственники. Вы хотите переписать их? Да. Презентация будет в интернете, поэтому вы ее посмотрите обязательно. Можно у меня носить растительные остатки и уносите триходерму. Она будет жить? Да, да, будет жить. Я же говорю, она может и без кислородной среды жить, то есть даже если почва переувлажнена, триходерма все равно будет жить. Она будет торфом питаться этим. Ну, ей бы, ну да, да, она будет, единственное, что надо ее немножечко, хотя в принципе грибы предпочитают более кислую окружающую среду, но если вы проводите известкования какие-то, то это будет создавать более благоприятные условия для триходермы. Да. Ну то есть известкование в любом случае, ну вам в любом случае на торфе надо проводить известкование. А скажите, а можно она переродится? Вот я выращиваю, вначале она была зеленая, сейчас у меня только белая, нету зеленого. Ну, чтобы совсем не давать спор, ну я с таким особо не сталкивался, но я сталкивался только в, ну, а, ну собственно говоря, у вас она точно даже как у меня в банке закрытой, то есть если она в закрытой банке живет, то... она должна зеленеть, то есть ей кислород и немножко... Попробуйте ее на свет поставить. Теперь сложить. на свет. Попробуйте ее поставить на свет, потому что... Да, потому что свет очень стимулирует спорообразование. И у триходермы, и у метаризиума, кстати, тоже. То есть, вот грибы не фотосинтезируют, им свет не нужен, да, вот ничего подобного, они тоже на свет реагируют очень хорошо. Но я продолжу, потому что на вопросы мы там оставим время. А внесение в меня высокие грядки деревянные, а внесение триходермы... Сожрет. Сожрет. Если вы их специально не обмазываете там битумным лаком, еще какими-то антисептиками, то сожрет и достаточно быстро. Используйте бактоген, пожалуйста. Триходерму в почву, бактоген сверху. И все. И обязательно всю теплицу дезинфицируйте, потому что все споры, они на поверхности теплицы и в почве. Поэтому это обязательно. Очень хорошо использовать сенную палочку для замачивания. Постоянно опрыскивать, примерно каждые 12-14 дней необходимо сенной палочкой. Пролив почвы через 2-3 недели от посадки растений. То есть, посадили, и через 2-3 недели проливайте почву сенной палочкой. И далее каждые 12-14 дней или в каждый полив. То есть, если вы делаете поливы реже, то просто в каждый полив вы можете добавлять сенную палочку. Псевдомонадные препараты. К сожалению, как я уже сказал, псевдомонадных препаратов мало. Я буду говорить о стимуле и гулливере. Хотя на самом деле есть еще несколько псевдомонадных препаратов, но они в основном или на Украине доступны. Не у нас, по крайней мере. Стимулы это Псевдомонус флуоресценс и гулливер Псевдомонус аэрофациенс. Две такие замечательные бактерии, которые способны к продукции пиавердина. Многие еще с прошлого семинара о нем наслышаны. Если вы вносите эти препараты, то вам абсолютно не надо беспокоиться о хилатных формах удобрений, потому что сам пиавердин это седерофор, который превращает все микроэлементы в почве в хилатную форму сам по себе и очень способствует доступности железа для растений. Это кроме прочих способностей этих бактерий, это еще его очень-очень важная функция, потому что растения часто страдают от недостатка железа в почве, причем его может быть много в почве, но оно недоступно. И вот это очень важный аспект, касающийся профилактики всевозможных хлорозов, связанных с недостаткой не только железа, но и целого комплекса микроэлементов. Их хорошо вносить в почву, и хорошо использовать для опрыскивания. У стимула очень высокая способность к стимуляции роста, просто колоссальная способность к стимуляции роста. У гульвера тоже достаточно высокая способность к стимуляции роста, но сам препарат содержит гуматы, гуминовые вещества. Поэтому, если вы его задумаете размножать, то гуминовых веществ при размножении, разумеется, там уже не будет, там будет только бактерия. Поэтому способности уже размноженного препарата к стимуляции роста растений немножечко более скромные. Но при всём том, гульвер, в частности, выделяет те же вещества, которые мы можем найти в препарате бутон или завязь. Поэтому, если вы хотите увеличить завязываемость томатов, то вам непременно надо использовать гульвер. Штамм этот, который в гульвере сидит, он выделяет большое количество гибереловой кислоты, ну, соединений, гиберелинов. Поэтому, вот, применение гульвера во время цветения томата с целью увеличения завязываемости плодов является отличной альтернативой химически синтезированным препаратам бутон или завязь. Это такой нюансик. Что касается стимула, то у него как раз ауксиновой природы стимуляция. То есть, это другая группа гормонов, которая заставляет клетки очень быстро делиться. Поэтому, это хорошая идея, если вам надо нарастить биомассу или нарастить, как следует, корни. Скажите, пожалуйста, а если сейчас вот расклада ещё только начинает настоящие листики выпускать, можно ли стимулом обработать? Да. Она вытянется. Нет, нет, можно. Можно обработать стимулом. За вытягивание как раз отвечает больше степени гульвер. То есть, он отвечает, ух, сразу здоровенные корни. Но, смотрите, гибереллины отвечают за вытягивание клеток, а ауксины за то, что их будет много. То есть, ауксины – это много маленьких, а гибереллины – это немного, но больших. Да, то есть, а вместе они обеспечивают хороший активный рост и развитие растений. Поэтому их чередование то одними, то вторыми, то одними, то вторыми даст вам очень хорошие эффекты на уровне наращивания как биомассы, так и корней. При этом риска передозировки у вас нет. В любом случае, даже если вы неразведенным препаратом обработаете, вы всё равно не пожгёте, не превратите эти препараты в гербициды, как, например, 2,4-Д. Такой гербицид, очень широко используемый в сельском хозяйстве. Он тоже ауксин. Просто он такой сильный ауксин, что когда я им обработал, растение сходит с ума, начинает так быстро расти, что сразу погибает. И в отношении химически синтезированных ауксинов, там тех же, ну тот же корневин и прочее, там как раз риски передозировки могут быть. Могут быть, потому что если вы сделаете слишком концентрированный раствор, вы, наоборот, затормозите развитие растений и даже можете их убить, потому что это очень опасно, эти высокие дозы. Что касается биологических средств, то там как раз эти ауксины лучше всего образуются не как антибиотики усиной палочки, уже в этой жидкости, в культуральной жидкости, в которой жили эти бактерии, а бактерии в процессе своего роста и развития потихонечку выделяют, выделяют, выделяют эти ауксины и способствуют гармоничному нарастанию как надземной массы, так и корневой системы. У стимула очень высокая способность защиты от грибов, но спектр этой защиты достаточно узкий. Стимул хорошо защищает от фузариоза, от фузариозного увядания. И туда, и туда, потому что фузариоз имеет две формы, это увядание, то есть он в сосуды попадает, забивает их и пятнистости может вызывать. Но наиболее опасной является как раз сосудистая форма, то есть форма через почву, потому что еще пятна как-то на поверхности листьев чем-то можно обработать, опрыскать, а уже если патоген залез внутрь и уже растение увядает, фузариозное там или рецитилезное увядание происходит еще какое-то, то уже спасти это растение. Ну, у огурца существуют методы переукоренения, то есть надрезают и там пересаживают, но если уже высоко пошло и уже запущен процесс, то уже ничего не сделаешь. А он не будет триходермы убивать? Это что-то бактерия? Роль триходермы в тот период развития растений, когда уже мы пользуемся стимулом, уже минимизируется. Она уже все, что могла съесть в этой почве, она уже съела, поэтому мы можем работать этими препаратами в период вегетации совершенно без всякой опаски. Я на схемах сейчас вам расскажу, то есть как их правильно чередовать. Верцитилезное, да. Ну, это тоже гриб верцитилез. Ну, если верцитилезное увядание у баклажана, например, то в этом случае лучше использовать бактоген. Он более эффективен в отношении верцитилеза. А как раз самое активное у стимула это, ну, он очень активен против фузариума. Вообще он создавался для льна. Льон такая культура, которая болеет от всего, от одного чиха, понимаете, агронома, он уже болеет. И бактериозами он болеет страшно, и фузариозами болеет страшно. И самое трудное для агронома по защите при выращивании льна это соблюсти баланс между химизацией, потому что похимичил, льон сразу прижался, перестает расти. А что льна главное? Длина волокна там самая главная, правильно? Поэтому сильной химией не поработаешь, длину волокна не дашь. Кроме того, льон такая тоже интересная культура, его надо уложить, и потом, чтобы те же фузариозные грибы, те же фузариумы, съели верхнюю часть вот этой оболоны, ну, стебля, да, чтобы добраться до этого волокна. И если мы химией поработали, она там еще надолго застряла каким-то препаратом с длительным сроком действия, так льон не вылежется нормально, да, то есть не пройдут эти нормально технологические фазы. Это тоже было госзадание для того, чтобы сделать такой препарат, который в период вегетации не только бы защищал от фузариоза и бактериоза, льон, но еще и способствовал его хорошему росту, для того, чтобы получить хорошее льноволокно качественное. А уже в период, когда его уложили, чтобы он не мешал работать тем грибам, которые будут во время вылежки этого льна уже перерабатывать его и готовить к дальнейшему выделению этого волокна. Это была сделана такая виртуознейшая работа, виртуознейшая работа биотехнологов, микробиологов Белгосуниверситета по созданию вот этого препарата стимул. Но оказалось, что кроме льна, он замечательно работает в отношении целого ряда и овощных, в первую очередь, культур и цветочных, и даже плодовых некоторых, ну, таких как земляникам. Защита от бактерий у стимула хорошая, а у Голливера вообще прекрасная. Наличие вот этого пиавердина, вот этих сидерофоров, вот он оранжевого цвета, бактерия такая вот прям оранжевая, а вот как у вас куртка оранжевая, вот такого цвета эта бактерия на чашках Петри, вот все, вот он забирает железо из окружающей среды и не дает патогенным грибам и бактериям, а все зависимые от железа, не могут без железа существовать вообще, и мы с вами без железа существовать не можем. А он связывает это железо и не позволяет другим микроорганизмам иметь доступ к железу. И эти микроорганизмы все отступают, да, они уже не получают нормального развития. А растение может забирать это железо, и поэтому вот они находятся в такой гармонии. А как вы когда совместимы со стимулом? А стимул точно так же пиавердин выделяет. А, вы имеете в виду, как бактоген совместим со стимулом? Ну, не подавляют они, они каждый занимают свою нишу. Бактоген борется с гулливером и стимулом с помощью антибиотиков, а стимул не дает возможности погубить себя благодаря конкуренции за железо. Каждый из них занимает свою нишу в итоге. То есть отсутствие подавления, да, это еще не значит отсутствие конкуренции. Конкуренция у них есть, но убить друг друга они не в состоянии. У каждого есть свой механизм, да. Ну, мы все дружим, но мы каждый в своей квартире живем, да. Но мы все дружим в одном доме. Вот, едим каждый со своего стола. То есть это хороший вопрос, важный, и он должен быть понятен, как это происходит. И нужно чередовать. Да, можно одновременно вносить. То есть каждый тут же займет свою квартирку там на этих корнях и в зоне роста этого растения. Защита от фитофторы. У стимула очень скромная, а у гулливера достаточно высокая. Хорошо защищает от фитофторы. Сохранение на листьях. Сохраняются и те, и другие хорошо на листьях. Причем вот это то, что там ультрафиолет, там губит, это не тот факт. Понимаете, есть эндофитные микроорганизмы, а есть те, которые живут как раз на поверхности, да, экзофитные. Они приспособились к этому прекрасно и могут прекрасно существовать на поверхности листьев. Не настолько бактерицидный эффект ультрафиолетового излучения, как бактерицидные лампы, да. у солнца. Не настолько сильно она там губит все на свете. Если есть влага, которая влага все время есть на растении, есть кислород, который все время на растении есть, есть питательные вещества, которые растение специально выделяет, точно так же, как и наша кожа, да, выделяет специальные вещества для того, чтобы одни бактерии помирали, а другие жили. Да, и вот это вот сейчас мытье рук, гиена, это сумасшедшее, по смыванию, 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 всего этого. Ничего хорошего в этом на самом деле нет. Здесь тоже надо без фанатизма к этому относиться. Хорошо сохраняются в почве, стимул для обработки урожая совершенно не годится, потому что он будет просто стимулировать ранее прорастание тех же корнеплодов, там чего-то еще. А вот гулливер вполне можно использовать для обработки урожая при хранении. И возможность размножать есть и у того и другого, другое дело, что без гуматов они будут. Псевдомонады тоже живут при температуре более 15 градусов, они малотребовательны к органике, поскольку они вообще живут только в зоне ризосферной, да, то есть на корнях или очень близко к корням. Поэтому если у вас бедные песчаные почвы и вы не вносите в достаточном количестве растительные остатки, ну, Гомельская область какая-нибудь наша, то вот эти препараты гулливер и стимул должны стать для вас препаратами выбора, потому что они крайне неприхотливы к почвенным условиям. Конкуренция с грибами сильная, ну, разная, но в целом сильная. С бактериями по-разному, с препаратами они совместимы и с азотфиксаторами, и с ватомобилизаторами, ну, потому что, говорю, они не то чтобы поддерживают друг друга, но не убивают друг друга. Замачивание. Да, очень хорошо замачивать семена и проращивать в растворах этих препаратов. Опрыскивать надо постоянно, каждые 20 дней, примерно, поскольку у них очень хорошая выживаемость на поверхности листьев, лучше, чем у синой палочки, поэтому их можно в два раза реже опрыскивать ими. Пролив почвы через 2-3 недели тоже от посадки, потому что надо дать возможность с триходерми, сделать свое белое дело, а потом уже начинать использовать бактериальные препараты, и далее каждые 20 дней можно ими проливать, поскольку они тоже в почве, в зоне роста корней хорошо располагаются. Фосфат-мобилизаторы. Небольшая группа препаратов, пока что еще достаточно скромная группа препаратов, но в то же время достаточно эффективно работающая. Вот это чашечки мы с одной девочкой из Новолукомля, очень талантливой девочкой, делали проект по силикатным бактериям, выделили силикатные бактерии, они же являются фосфат-мобилизаторами, и вот смотрите, на чашках Петри вот эта муть, это нерастворимые фосфатые силикаты, и вот смотрите, как эти силикатные бактерии и фосфат-мобилизующие способны растворять в зоне своего роста эти нерастворимые в воде соединения. Это очень важная функция почвенной микробиоты, потому что вы можете вваливать сколько угодно фосфорных удобрений, и они не дешевые, в Беларуси их не производят, и в то же время не получают достаточно высокой эффективности. Вообще, оккультуренные почвы в Беларуси, если вы когда-то вносили фосфаты, суперфосфаты, как правило, почвы содержат достаточное количество фосфатов, они обеспечены фосфатами, но общими фосфатами, а подвижными фосфатами они как раз не обеспечены. И вот из неподвижных подвижными делают их как раз вот эти самые бактерии. Они тоже являются ризосферными, то есть живут в зоне роста корней, и вполне могут выполнять эту свою функцию. Поэтому, если вы живете на кислых почвах, вносите много кальциевых удобрений, если вы регулярно выращиваете томаты, вносите кальциевую селитру, или вносите быстрый кальций, ацетат кальция, по нашему рецепту, если вы золой пользуетесь, то есть вносите кальциевые соединения, то вам непременно надо вносить и фосфат-мобилизаторы. Почему? Потому что вы таким образом мобилизуете не только фосфаты, но и что еще? И кальций. Да, потому что внесли кальций, с фосфатами соединились, легли нерастворимыми, да, кусками в почве у вас вы вносите-вносите кальций, а у вас вершинка-вершинка, да, вносите-вносите фосфаты, а у вас все плоды не сладкие и не такие красивые, не так много, как бы хотелось, а все на самом деле, потому что не хватает способности почвы мобилизовать эти фосфаты. Но, конечно, вносить их нужно. С другой стороны, могу вам так сказать, что в зеленом удобрении фосфат мобилизующих бактерий вы найдете всегда, понимаете, тот, кто вам мобилизует фосфат. При внесении значительного количества органики в почву вы найдете этих бактерий всегда. Мы выделили наиболее активные штаммы, вот активность меряется по размеру вот этого ореола, да, смотрите, здесь маленький, здесь большой, да, это же можно все количественно измерить линейкой, и посмотреть, кто из них активный, а кто нет. Мы взяли циолитовый наполнитель для кошек, да, для кошачьего туалета и выделили оттуда эту самую бактерию. То есть, нельзя сказать, что они редкие, нельзя сказать, что они там не обитают, они в глинах обитают, там, из Новолокомельского карьера там привозила эта девочка глины. То есть, они есть, другое дело, что их надо кормить, 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 любое внесение органики в почву, органических удобрений одновременно будет поддерживать вот эти всевозможные фосфатмобилизующие организмы. Будь то пеницилы, будь то аспергилы, будь то мукор, да, у мукора достаточно высокая фосфатмобилизующая активность, вот его все не любят, понимаете, все сейчас, я в ужасе, там, поднялась стекло, все мукором заросло. Ну да, когда это маленькие всходы питуней, то мукор, конечно, будет мешать. А если это томаты, перцы, баклажаны, огурцы, то мукор это благо, это нормальный обитатель почвы. Когда эти грибы, даже аспергилы, пеницилы, когда они на своем месте, а их место в почве, то они там выполняют ряд очень хороших положительных функций. Главное их не пускать туда, где они не должны быть. А в почве это все нормально. И когда мы органическое вещество в почву кладем, компосты, навоз, помед, еще растительные остатки, все это органика, там развивается хорошая микробиота, которая в том числе вполне отвечает за вот эту фосфатмобилизацию. Поэтому насколько необходимо пользоваться вам этими удобрениями зависит, конечно, от общего плодородия вашей почвы. Если она богата органическим веществом, то возможно ими пользоваться и не обязательно. Если же это какие-то почвы давным-давно оккультуренные, уже с большим выносом органического вещества, уставшие почвы, то, конечно, туда вносить следуют эти препараты. В теплице так точно следует. Там, где грунт не меняется, если вы не вынимаете грунт, то, конечно, там надо, потому что там такие залежи микроэлементов, фосфатов, всевозможных нерастворимых комплексов, которые, конечно, надо подмобилизовать обязательно. Но, опять же, если вы не вынимаете грунт, но постоянно вносите туда органику, компост, мульчу делаете мощную, то есть все приемы, которые характерны для природного органического земледелия. то тоже целесообразность именно использования этих препаратов не так уж и велика. Значит, вносятся фосфат-мобилизаторы в почву, опрыскивания ими неэффективны, стимуляция роста у них есть, но не за счет гормональных каких-то регуляций, а за счет того, что они мобилизуют фосфаты и делают их доступными для растений, таким образом обеспечивают дополнительное фосфорное питание. Защита от грибов у них бывает, но не сильно, по крайней мере в той бактерии, которая выделяется из фосфатовита и которая действительно хорошо мобилизует фосфаты, она там есть и довольно чистенькая, все хорошо в этих препаратах, но такой антагонистической активности у них нету серьезной. Защита от бактерий отсутствует, от фитофторы отсутствуют, она не сохраняется, они не сохраняются на листях, умеренно хорошо сохраняются в почве, для обработки урожая не годятся и есть возможность размножения. Препараты чистые, хорошие чистые препараты, можно размножать. Также они работают, как и прочие бактерии, при температуре выше 15 градусов, требовательны очень к органике, то что я сказал, то есть они должны чем-то питаться. Конкуренты с препаратами, со всеми они совместимы, их можно смешивать, делать баковые смеси. Для опрыскивания и замачивания нерационально, не стоит их использовать. Пролив почвы, опять же, точно так же, через 2-3 недели от посадки на постоянное место рассады или посева семян, примерно через 2-3 недели, не раньше, и далее каждые 20 дней можно их вносить, при необходимости, если будете видеть какие-то признаки, недостатки, либо кальция, либо фосфата, либо каких-то микроэлементов, внесите их, потому что вполне может быть, что они помогут вам добыть эти микроэлементы и все, что необходимо из почвы. Азотфиксаторы азотовит и азофит. И тот, и другой препарат хороши. Это тоже бактерии, разные бактерии, азотобактер там может быть. Их хорошо вносить в почву, можно, на опрыскивание они не приживаются на поверхности листьев, это абсолютно не их зона существования. Они хорошо стимулируют рост корневой системы. Это настоящие почвенные, такие классические, настоящие почвенные бактерии. У них есть, у азотобактера в том числе, который и в некоторые разновидности азотовита входит, и в азофит входит. Туда входят, они выделяют гормоны, благодаря гормональной активности нарастает корневая масса. Ну и поскольку они фиксируют азот, дополнительное азотное питание также способствует стимуляции роста растений. Защита от грибов разная, вот из препарата азофит есть антагонистическая активность против некоторых почвенных грибов, таких как, например, тот же фузариоз, или который вызывает увядание у баклажан. Дрецатиллез, да. У азотовита такой активности нету, нет, не против одного гриба. Ну, это как бы не главное их назначение, понимаете, то есть, имея такую линейку препаратов, мы будем пользоваться бактогеном и перекроем активность эту фунгицидную много-много-много раз этих препаратов. Бактерии не защищают, от фитофторы не защищают, не сохраняются на листьях, хорошо сохраняются в почве, не годятся для обработки урожая и вполне их можно размножать. Ну, и смотрите, они не просто требовательны к органике, они очень требовательны к органике, потому что, если вы не положите органическое вещество, никакой азот фиксироваться там не будет. то есть, они полностью зависимы от органического вещества, что-то вы им должны туда положить. Лучше всего разложившиеся компосты, навоз, птичий помет, сыворотка, картофельные очистки, крахмальные сахарные подкормки, все что угодно, да, то есть, все туда, все органику, тогда азотфиксаторы работать будут. В целом, надо сказать, что почвы Беларуси довольно бедны, естественным образом, довольно бедны на азотфиксирующие бактерии, поэтому использование сидеральных культур, одновременно, если вы включаете азотфиксирующие бактерии в свою технологию выращивания растений, вам обязательно надо выращивать сидеральные культуры, потому что сидераты для них, вот эта запаханная зеленая масса, закопанная или просто хотя бы разложенная на поверхности, ну, как-то заделанная немножко, если кто-то, кто не копает, да, а вообще у сидератов объем корней органики, которая в почве оказывается еще больше, чем надземной массы, поэтому, если кто-то не копает, то все равно сидераты, хорошо, корни будут источником органического вещества для этих бактерий, это очень важно, потому что без этого мероприятия работать азотфиксаторы особо не будут. Они не очень любят кислые почвы, кроме этой бенринки, которая в одном из видов фосфатовита находится, она устойчива к повышенной кислотности почвы, а сам азотобактер, основной азотфиксатор почв, ну, который в препаратах находится, уже есть азосперилум и другие бактерии, способные, псевдомонады, способны некоторые к азотфиксации и так далее, но именно эти препараты не очень любят, ну, вот, на основе азотобактера не очень любят повышенную кислотность, а у нас в Беларуси практически повсеместно почва избыточно кислая, поэтому надо обязательно их нейтрализовать, надо обязательно вносить известковое удобрение, золу туда же, вот, и вносить эти препараты органику, тогда у вас будет хороший фон азотного питания. Конкуренция, значит, с препаратами совместимы, опрысквения нет, пролив почвы точно так же, как и фосфатмобилизаторы, через 2-3 недели от посадки или посева и далее, каждые 20 дней можно вносить. Сказал, что аналогов на просторах нету, вообще нету таких препаратов в принципе, он абсолютно уникален, он содержит в себе две бактерии, ну, как сказать, остатки от этих бактерий, это псидомонос хлорорафис подвита орунтиака, и тот же самый бациллиус субсилис 4,94, который входит в состав бактогена. То есть, он обладает всеми положительными свойствами бактогена в части борьбы с болезнями бактериальными, грибными, но не содержит клеток бактогена, то есть, просто содержит очень высокие дозы этих антибиотических веществ. А что касается псидомонос хлорорафис, она а, хороший стимулятор роста, и б, она обладает сильными или ситрными способностями. Это те же самые способности, которые мы эксплуатируем, когда варим наш трутовик в щелочном растворе. И хотя там нету хитозана, этого нанохитозана, но там есть вещества, которые запускают каскад иммунных реакций. Поэтому вы можете им работать до наступления болезни, тогда вы запустите каскад иммунных реакций, для того, чтобы растение и не заболело. И вы можете также работать, когда признаки болезни уже появились, потому что он содержит весь антибиотический комплекс бактогена и будет напрямую, не опосредованно через активацию иммунитета, а напрямую подавлять рост и развитие патогенных микроорганизмов. Он сильный стимулятор роста благодаря бактерии хлорорафис. Он хорошо стимулирует защитные силы растений. Он очень хорошо защищает растения от холода, от жары. То есть в целом настраивает растения на адаптацию. То есть включает адаптационные механизмы растений. Ведь когда пришла засуха, растению еще надо всю свою биохимию перестроить. А если мы им работаем, то там уже биохимия перестраивается до того, как придет засуха. Если вы знаете по прогнозу, что через неделю у вас наступят тяжелые времена, или вы в течение ближайшего месяца не можете приехать на дачу для поливов, чтобы поливать, или поливов, которые вы делаете раз в неделю, приезжая на дачу, недостаточно, и вы когда через неделю приехали, видите, что у вас растения находятся в угнетенном состоянии, то в этом случае вам обязательно надо использовать максимум, потому что он как раз будет улучшать адаптивные свойства к неблагоприятным факторам окружающей среды. Это очень важный препарат, очень, потому что он обладает как преимуществами псевдомонад и сенной палочки, также обладает своими собственными абсолютно уникальными качествами, которыми не обладает ни один другой препарат из представленных. Поэтому это такой препарат для обязательного использования. То есть больше всего его надо использовать в моменты, когда растениям плохо, или может быть плохо. Вот это препарат выбора. Хотя, конечно, можно и в нормальных условиях, то есть когда растению хорошо, эксплуатировать его ростостимулирующие свойства, профилактировать защиту от болезней, пожалуйста, все это можно делать. Но ни один другой из живых препаратов не справится так, как справится этот инактивированный. По скорой помощи. Да, 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 да. Обработка максимумом картофеля, обработка максимумом лука от пероноспороза, обработка огурцов от пероноспороза позволяет в 2-3 раза увеличить урожай. Ну, вообще увеличить урожай плохое выражение. Это сохранить урожай, да, то есть если бы у вас был пероноспороз, то у вас урожай был бы вот такой. А если вы использовали этот препарат, то он у вас будет так, как если бы было все нормально. То есть сохранить урожай. Деревья нужно промахнуть, можно ли? Ну, видите ли, рост и стимуляция деревьев нужна разве что для молодых саженцев. То есть первые 2-3 года после посадки саженцев, там, будто смородина, кустарники, яблони, груши, сливы. Ну, вот все это, да, рационально. А потом уже в более поздних периодах плодоносящие сады уже нет. Уже нет, потому что им не нужно наращивать вот эту дополнительную биомассу. Это больше характерно для однолетних растений. А болезни у них будет? Выберите лучше бактоген для этого, да. То есть у бактогена гораздо более скромные ростостимулирующие способности, нежели чем у максимума. Вот. Иначе зарастете волчками и у вас потом будут хлопоты излишние. То есть зачем вам эту массу веток наращивать? Вам надо, чтобы плодушки росли, да. То есть да, если вы держите маточники для прививки, то вполне рационально использовать максимум для обработки, чтобы приросты были крупные, чтобы можно было черенки, глазки брать на прививку, это да. А вот в нормальном плодоносящем саду, пожалуй, лучше выбрать другие препараты для защиты. для рассады лучше брать живые препараты, лучше живые, чем максимум. Ну, то есть смотрите, если у вас нет возможностей, если у вас нет денег, да, вы не можете купить линейку из четырех препаратов. Ну, у людей разные бывают возможности, да, для того, чтобы пользоваться этими препаратами. Ну, то тогда возьмите максимум, потому что он вам и защитит, и простимулирует, и корневую систему нарастит, и все остальное прочее, да. Но если у вас есть линейка, возможность приобрести линейку препаратов, тем более их размножать, то вам лучше идти по схеме, да, то есть по схеме. А максимум оставить как, да, обязательно на своей садовой аптечке его иметь, но вот в тех случаях, которые я уже назвал. Следующий. Бактериальные инсектициды, обязательно о них надо поговорить. Это препараты на основе бациллюстурингиенсис, у нее есть целый ряд подвидов разных, с разной активностью, но в основном мы знаем про препараты битоксибацелин, липидоцит, но также есть белорусский препарат бактоцит, есть также препарат бацитурин наш белорусский в защите растений, его изобрели в нашем институте, который очень-очень эффективен от паутиного клеща. Надо сказать, что у битоксибацелина также есть активность в отношении паутиного клеща, но она гораздо скромнее, чем у препарата бацитурин. Паутинный клещ жрет что у нас в основном? Огурец, да, огурец у нас очень сильно страдает в теплицах от этого самого клеща. Клещ не очень любит холодную воду, да, то есть от клеща в принципе можно избавиться дождеванием ледяной, ну холодной водой, но и огурец не любит. Подождите, сделайте несколько раз дождевание огурцу холодной водой, у вас отвалятся все завязи и начнутся корневые и прочие там гнили и фузариозы. И он не любит высокой влажности воздуха, да, и огурец не так уж, хотя он в большей степени любит влажность воздуха, нежели чем томаты, но все равно слишком высокая влажность воздуха в огуречной теплице лагнили, ну то есть каких-то грибковых заболеваний. И когда мы создаем оптимальные условия для развития огурца, мы одновременно создаем самые оптимальные условия для развития клеща. Паутинный клещ такой организм, который не является насекомым, это паукообразное, ну как все клещи, и поэтому он не чувствителен к большинству инсектицидных препаратов. Тогда мы начинаем танцы с бубнами, мы начинаем использовать эти фитоверм, вермиктиновые препараты, у них есть целый ряд ограничений, нельзя, чтобы в присутствии детей до 21 года и молодых людей шла обработка этими препаратами, через два дня они уже инактивируются на листьях, они неустойчивы к ультрафиолету, но в крытой теплице ультрафиолета в общем-то не так много, и стекло, и поликарбонат вполне защищают растения от ультрафиолета, но все-таки при всем том он достаточно разваливается, и при этом достаточно дорого стоит, поэтому его покупать, использовать, хотя это очень хороший препарат, он тоже должен быть у вас в аптечке, фитоверм, актофит, бактериальные инсектициды в почву не вносят, не вносят, разве что от муравьев опрыскивают вот эти ходы, и, ну, это я даже могу сказать, что, ну, как сказать, есть статьи, исследования, где показано, что бациллюстурингенсис эффективен в отношении там и термитов, и каких-то других муравьев, но я просто на своем уже ни одного года опыте вижу, что да, действительно это помогает, они не моментально дохнут, там, как от карбофоса какого-нибудь, но по мере того, как они заражают свою матку и по мере того, как она перестает откладывать яйца и подыхает в конце концов, то есть какое-то время рабочие муравьи еще живут, но муравейник в целом деградирует битоксибациллином и годятся для опрыскивания, не обладают стимуляцией, не обладают защитой от болезней, битоксибациллин очень хорошо защищает от жуков, то есть, ну, скажем, от колорадского жука, да, от всяких листоедов прочих, липидоцит в меньшей степени защищает от жуков, зато битоксибациллин слабовато работает в отношении бабочек, но бабочки это у нас кто? Личинки, да, это гусеницы бабочки у нас, это рапсовый мотылек, это капустная моль, это всевозможные гусеницы, которые все подъедают, вот липидоцит гораздо лучше работает от всевозможных гусениц и личинок, битоксибациллин, то есть жуки, то есть все, что жесткокрылое, да, все, что такое, как божья коровка, от него все, как майский жук, а медведка почвенный, про них сейчас поговорим, крестоцветная обложка, битоксибациллин, то есть бложка, там взрослая насекомая вредит, да, жучок, ну это, да, жучок, прыгает жучок, ну это не совсем жук, но жучок, в общем, вот, то есть если червячок, ну личинка, не червяк же, да, личинка, значит, липидоцит, а если с шестью ножками, значит, битоксибациллин, достаточно хорошо сохраняется на листьях, не сохраняются в почве, не годятся для обработки урожая, и есть возможность их размножать, но у этих препаратов есть особенность их использования, перед тем, как обрабатывать, вам их надо, ну вот вы в теплых условиях выращиваете эти бактерии, по стандартной нашей схеме, все бактериальные препараты, о которых мы говорим, замечательно растут на сахар, плюс удобрение жидкое, плюс щепотка соли, плюс вода, вот это базовый, дальше можно там колдовать, дрожжи варить, туда добавлять, чтобы они побыстрее росли, ну что угодно можно колдовать, но базовый рецепт именно вот такой, они все на нем растут, но в отношении бактериальных инсектицидов, когда вы вырастили, поставьте в холодильник, или поставьте в холодную воду, охладите его, потому что когда бактерии начинают попадать в неблагоприятные условия, а такими условиями может быть резкое охлаждение, они выделяют этот самый эндотоксин, который и убивает насекомых, конечно, когда насекомое сожрет эту бактерию, и бактерия поселится в желудке, через какое-то время оно подохнет, но когда есть вот эти кристаллики эндотоксина в самом препарате, а он их выделяет, еще раз скажу, в ответ на неблагоприятные условия, то есть вот на это охлаждение, тогда гибель насекомых происходит гораздо быстрее, буквально, ну вот, ну достаточно быстро, поэтому вот здесь я и написал, что они не обладают нокдаун-эффектом, потому что химически синтезированные препараты, некоторые обладают нокдаун-эффектом, это что значит, обработал, через 20 минут перестал питаться, через 40 минут уже умер, вот этим инсектицидам надо дать время для того, чтобы насекомое его нашло, насекомое его грызануло, и то, которое съело, чтобы там попало, то есть какое-то количество дней надо подождать, иначе думают, утром обработали, вечером пришли, о, все жуки сидят, а вот там возьму какое-нибудь карате, да, или еще что-то, обработал, уже через 2 часа все подохли, это так не работает, то есть для того, чтобы увидеть эффект, надо пару дней подождать, ну, все говорят, о, за пару дней всю картошку сожрет, пока пару дней, они уже, они уже вялые, они еще не дохлые, но уже, уже питаются не так интенсивно, то есть не сожрут за пару дней, то есть это хорошо, это первое, а второе, ну, просто надо раньше обрабатывать, чем, чем уже пеньки остались на ботве, еще, когда вы увидели единичных жуков, только-только единичных жуков увидели, уже надо обработать, не ждать, пока они размножатся, то есть надо периодически делать маршрутное обследование, даже на своих маленьких грядочках, и не лениться зайти, посмотреть, под листочки заглянуть, на стебельки заглянуть, чтобы посмотреть, есть уже развитие этих вредителей, или еще нет, если вы только первые признаки увидели, или вы знаете, что наступают календарные сроки, влета этих, или распространения этих вредителей, обработайте заранее, обработайте один раз, через 5-7 дней еще раз обработайте, и вы увидите, насколько будет у вас хороший эффект. Замачивание не годятся, они, пролив почвы не годятся, опрыскивание нужно проводить каждое 7, если уже процесс пошел, или 14 дней, с целью профилактики повреждений, то есть если уже напали, то через 7 дней обработки надо повторять. Скажите, пожалуйста, у вас был ролик, где вы говорили, что для размножения липидоцидов надо аэрация наполнить. Аэрация нужна для всех бактерий, для всех, то есть, или вы будете встряхивать бутылку, или же вы будете пропускать воздух, но аэрация нужна для всех, можно в какой-то степени выращивать сенную палочку без аэрации. Почему? Потому что у нее подвижные клетки, они все всплывают наверх и формируют пленочку на поверхности. Пленочка формируется, когда уже все выжрали, весь кислород выдышали, и им надо дышать на поверхности, поэтому пленочка образовалась, вы взболтали, эта пленочка опустилась, на завтра следующая образовалась. Вы взболтали, опустилась, и у вас осадочек начинает образовываться. Из чего начинает образовываться осадок? Из мертвых клеток сеной палочки и из спор. Споры нам как раз и нужны, вот эта споровая масса сеной палочки, это то, что нам нужно, потому что когда мы его разбавили в ведре, нанесли на растение, пролили, сенная палочка получила доступ к питанию, она получила доступ к кислороду, спора разорвалась, антибиотики вышли, чем больше спор будет накоплено, тем лучше. Но это только сенная палочка. Все остальные, и азотовид, и азофит, и фосфатовид, и битоксибацилин, все остальные требуют аэрации. Это все дышащие микроорганизмы. А как узнать, что они готовы? Как правило, об этом свидетельствует такое очевидное помутнение раствора. Если условия благоприятны, это может произойти через 24 часа. Но это температура 28 градусов, сильная хорошая аэрация. Что-что? На сутки. Да, 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 на сутки. Ну, пока вы не увидите, что у вас стала очень мутная, жидкость стала очевидно мутная. Да. И что потом? Все, в холодильник поставили, разводите 1 к 100, и опрыскиваете, и проливаете. А уже, если вы внесли туда хороший титр чистой культуры, то уже там единичные... То есть, никакие титры не нужно? Нет, 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 не нужно. Да, конечно, туда попадет что-то. Поэтому я говорю, что свои препараты в качестве заквасок не используйте. Запах не должен быть, очевидно, спиртового брожения. Потому что дрожжи тоже вам дадут хорошую муть, они могут отдать вам муть через 6 часов. Но это будет активное выделение пены и будет очевидный запах спиртового брожения. Вот этого не должно быть. Все остальное приемлемо. Чуть-чуть затхлый, чуть-чуть квасиком, чуть-чуть более кислый. Очень зависит еще запах от того, какой источник углеводов вы туда положили. Ну, чаще всего простой сахар. Когда простой сахар, то бактаген пахнет квасиком. Нет, вы не говорите про бактерии. Бактаген – это уже легко. У битоксибацилина-липидоцида такой, ну, немножко затхлый запах получается на сахаре. Не все бацилы... Отличается от того, который мы готовим непосредственно сразу. Отличается. Потому что, когда вы из препарата готовите, там содержатся остатки бульона, то есть питательной среды. И она пахнет, как вот эти питательные среды для культивирования микроорганизмов. А у вас это будет пахнуть немножко иначе. Можно запихнуть в бутылку, бутылку открыть, затянуть салфеточкой бумажной в два слоя, крышку закрыли, потрясли как следует, открыли, опять на резиночку, салфеточку сделали. Чем чаще будете трясти, тем, конечно, лучше. Ну, как уж получится. Я наращивал препараты в 6-ти литровых бутылках от воды, от обыкновенной питьевой воды. Наливал примерно 4-4,5 жидкости туда среды, закидывал туда закваску и ставил просто вот в тёплое место. Нет, закваски надо немного. Закваска – это тоже примерно 1 сотая от общего объёма. Да, да, примерно 1% от общего объёма. Грибные инсектициды, метаризиум и баверия, пожалуй, одни из самых проблемных на нашем поле, так сказать, защиты растений, самых нужных. Потому что, к сожалению, и проволочник, и медведка, и майские жуки, и прочие гадости, которые живут в почве, весьма-весьма вредят нашим растениям. При этом активность этих грибных препаратов наблюдается не только в отношении почвенных вредителей, но также и наземных. Они с ними тоже замечательно борются. Среди препаратов, которые содержат баверию, можно назвать баверин. И есть тоже такой белорусский препарат милобаз. Он очень-очень активен от хруща и от медведа. И препараты на основе метаризиума. Мускардин, метаризин. Мускардин – наш белорусский препарат. Ну а метаризин – препарат с непостоянным успехом выделения. Надеюсь, что фабрика Кольцова все еще птун-тун-тун, как избушка поворачивается к нам лицом. И постепенно мы добьемся того, что они выпустят какое-то чудо-препарат, который будет содержать это самое живое начало, которое будет работать. Дело в том, что продукты обмена, хотя та же фабрика Кольцова и пишет, что продукты обмена, метаризиума, муравьи разбегаются как от огня, убегают от них, там все остальное прочее. Но подтверждения для этого достаточно сомнительные. Не знаю, они меня могут покритиковать, любой может покритиковать. Но я постарался, поискал публикации на эту тему, англоязычные, русскоязычные, как в том кино, глухо про это пишут, как Женец Бибальзаминовый, что-то про это глухо пишут. Вот как-то не сильно пишут про то, что продукты обмена веществ этого гриба, то есть без самого гриба, ну как-то хорошо защищают от насекомых. Хотя предпосылки для этого есть, да, там ферменты, скажем, которые разъедают хитиновые покровы этих насекомых, будут присутствовать в культуральной жидкости, безусловно. Но на сегодняшний день все опыты, которые проводятся в нашей лаборатории, показывают, что для эффективной борьбы с насекомыми вредителями и очень агрессивными насекомыми вредителями, такими как белокрылка, червец, ну на тараканах мы эксплуатируем этот ресурс живых организмов, все-таки необходимо наличие живого начала, то есть наличие самого гриба. В почву вносятся метаризин и баверия прекрасно, метаризиум. Для опрыскивания они тоже годятся, хотя эти грибы почвенные, вот как бы по своей природе, однако же баверия душит белокрылку очень хорошо, в наших опытах тот метаризиум, который вы получили, он замечательно душит и белокрылку, и, ну тут же он белокрылку душит, мы еще год назад определили, а в этом году еще определили, что он душит червеца прекрасно, поэтому, ну червец не является таким опасным вредителем в открытом грунте или там в теплицах, но по крайней мере, если это комнатные растения, орхидеи многие выращивают, если это проблема, то в этом случае, конечно, он замечательно работает и против червеца тоже. Есть публикации, мы сами не изучали еще, но есть публикации, где прописывается, что и метаризиум, и баверия достаточно активны против цикадок. Почти нету никаких публикаций относительно мраморного клопа, который наступает на юг России, является огромной проблемой, но мы надеемся, что мы в этом сезоне с детьми этих клопов соберем побольше и тоже над ними поэкспериментируем, посмотрим, что это такое. Стимулирующих рост растений и эффектов у них нету, от болезней баверия не защищает, а про метаризиум мы поговорим с вами на канале обязательно, я вам расскажу и покажу, насколько метаризиум важен также для борьбы с болезнями и в особенности с культурами, которыми и болезни, и вредители одновременно являются большой проблемой. Ну, это сразу сбегу вперед, это плодовые кустарники, есть у нас такие особо чувствительные к трудноискореняемым болезням и трудноискореняемым вредителям, и обязательно вам расскажу про потенциал этого гриба. Эксперименты мы делали на том самом изоляте, который у вас находится в пробирках, я здесь делаю отступление, я вам скажу, что с этими пробирками можно и нужно делать. Итак, он содержит споровую массу и кусочки мицелия живого, гриба метаризиума анизоплия. Ну, думаю, что анизоплия, но я думаю, что вам не важно, какого именно. Вот, ну, подозреваем, что этого. Он не дает зеленого спорношения, как некоторые, ну, большинство грибов метаризиума, у него белое спорношение. На богатых средах он дает такое зеленое окрашивание, зеленоватое окрашивание самого субстрата, но спорношение у него все равно белое, мицелий белое, поэтому никакого позеленения от него не ждите. Вы получили по 10 мл этого препарата. Мне не жалко совершенно, у меня еще есть, ну, просто на такую аудиторию куда-то налить, да, то есть надо тогда или же собирать баночки какие-то от хрена горчицы, там еще чего-то. Вот, ну, то есть технически мы сделали и поскольку препарат достаточно экономичен, вам надо примерно 1 мл на литр его развести для того, чтобы начать размножение этого препарата у себя в жидкой фазе, если вы хотите его размножать. 1 мл это вообще не препарат, это гриб метаризиум, он не представлен сейчас ни в каком препарате, в принципе, у него нет названия. Это чистый гриб метаризиум. Вот, выращивал я его, скажу, в дрожжевой солевой среде, это пол пачки дрожжей, то есть 50 грамм, не сухих дрожжей, на литр воды, то же самое удобрение, сахар, и все прокипятил как следует, чтобы дрожжи убить, и вот накачал. Поэтому, если вы его откроете, понюхаете, можете ощутить такой легкий, то ли винный, то ли дрожжевой запах, ну, то есть это все правильно, так и должно быть. Это не потому, что там дрожжи завелись, а потому, что такая среда с дрожжами. Вот. А на дрожжевой среде сахар добавляете? Да, да, добавляете. Метаризиум, поскольку хорошо ест насекомых, он обладает способностью употреблять белки в качестве источника азота, прочие вещества, то есть он обладает очень такой сильной активностью ферментативной. Дрожжи содержат значительное количество белка, поэтому кроме минеральных солей являются для него хорошей подкормкой. А? 20 грамм на литр. Да, 20 грамм на литр. Ну, где-то 2 столовые ложки с горкой. По инструкции, смотря какие удобрения. Вот как цветы подкармливать, так и удобрения. Щепотку соли не забываем класть обязательно. А свежая дрожж? Я брал свежая, то есть я брал пол пачки стандартной 100 граммовой дрожжей. В литр воды закинуть 2 столовые ложки сахара, добавить удобрения жидкие по инструкции, щепотку сахара, соли и пол пачки дрожжей сырых, то есть 50 грамм. 50 грамм сырых дрожжей. Все это 20 минут кипятить, не меньше, чтобы дрожжи убить, как следует разрушить их клетки, остудить и заселить туда то, что я вам дал в пробирочке. То, что испарилось, догоняйте до литра. Но это не так, то есть там же плюс-минус, будет там 900 миллилитров или литр 100, это не так принципиально. Потом тот препарат брать один. Да, вы можете брать этот препарат, да, на литр, вы можете на 10 частей поделить эту пиндюрку, пробирку и 10 раз использовать его для приготовления закваски. Пожалуйста, сейчас скажу, пожалуйста, приготовьте первую порцию очень-очень чисто, максимально тщательно. Возьмите, пожалуйста, залейте эту среду в двухлитровую бутылку, чистую, из-под минералки. Два варианта есть. Либо купите минеральную воду, ну, там, питьевую, да, двухлитровой бутылки, и просто вылейте ее по стаканам, да, чтобы не пить из горла ее, да, и там 10 раз не откручивать, закручивать, и вы можете считать, что содержимое этой бутылки стерильно, то есть там ничего нету. Если это уже такая юзаная, ну, то есть бывшее в употреблении бутылка, ну, то обязательно протравите ее гипохлоритом. Для жителей Беларуси я сегодня в сообществе выложил ту белизну, которая самая дешевая в республике, 69 копеек литр стоит, ничего, кроме гипохлорита там нету, идеальный состав как для обработки кустарников, растений в этот период, так и для дезинфекции посуды. По инструкции, вот там всегда на белизне написано для дезинфекции, да, там вот столько-то миллилитров на столько-то воды, вот так надо разбавить. Но если вы возьмете 100 миллилитров этой неразбавленной белизны, ополоснете ею бутылку, подержите 20 минут, выльете ее назад или там куда-то в унитаз, ну куда захотите, или назад в ту же бутылку, где она была, подержите еще там полчасика закрученную эту бутылку, чтобы там все хорошо продезинфицировалось, потом три раза под струей воды теплой из-под крана ее промоете, то можно считать смело, что у вас содержимое бутылки, банки абсолютно стерильное. да, она промывает вода, да, она кипяченая была не попала, ну у нас, да, может вода содержать, но опять же, вы вносите в таком количестве туда этот метаризиум, который значительно больше там какой-нибудь одной бактерии на тот литр там на стенке, которая попала. Да, конечно, водопроводная вода ни в коем случае не является стерильной, но в целом для промывания бутылки вы вполне можете использовать. Если вы очень щепетильны, я буду только рад, если вы используете, наварите воды 6 литров и трижды промоете эту бутылку от гипохлорита. Ну это такая избыточная щепетильность. Вы можете готовить не литр сразу, да, не литр. Вы можете приготовить пол-литра, да, взять литровую бутылку и приготовить пол-литра среды и туда добавить 1 мл, ну то есть в 2 раза больше закваски, чем положено. Но вы тогда точно сделаете эти пол-литра ваших, да, уже, уже качественного, хорошего, как следует. Заполняйте любую бутылку до половины. Вы можете взять двухлитровую бутылку и залить туда пол-литра жидкости для выращивания. Тогда у вас будет полтора литра воздуха. Вы будете просто периодически в руке потрес немножечко поставил, да, потом опять мимо шел, потрес там одну минутку эту бутылку поставил, да, для того, чтобы сутки. А потом, когда вы ее поставите и болтать уже не будете, у вас в верхнем слое образуется беленькая медузка, которая там, ну, буквально через 3-4 дня вы увидите, что у вас образовалась медузка. И эта медузка еще через 2-3 дня даст на поверхности пушистый однородный слой белых спор. и если у вас все так получилось, это означает, что вы приготовили такой же точно прекрасный замечательный раствор, как получили, да, то есть чистенький с большим количеством спор и все остальное можете его разводить 1 к 100 и далее применять. то есть не вонючий, почти нейтральный. Да, то есть если вот вы эти пол-литра там, литр, как вам удастся, возьмите бутылку 6 литров из-под 5 литров из-под питьевой воды, понимаете, чем меньше у вас будет контактировать ваша вот эта первая закваска с окружающим воздухом, тем лучше, то есть тем качественнее у вас получится эта закваска. Сделайте литр в 5-литровой бутылке, закройте и вообще не открывайте ее. Вот закрыли и не открываете. Вот набалтывайте вам вот этого 4 литров или 5 литров объема этого воздуха, вполне хватит, чтобы обеспечить этот литр жидкости в ней для роста этих грибов. Сколько не жалко, то есть сколько вы можете это делать. Ну вот не открываем, то есть если у вас объем воздуха там в 2-3 раза больше, чем объем жидкости, то вы вообще можете эту бутылку не открывать. Она постепенно будет насыщаться углекислым газом от жизнедеятельности, но кислорода им для их жизнедеятельности хватит этого гриба. А потом в холодильник это пинцметрол? В холодильник в подвал можно опустить. У меня она при комнатной температуре несколько месяцев, а потом из этой бутылки на отруби нарастили, разбросали на зерно, хоть пол ведра, хоть наращивайте сколько хотите и щедрой рукой разбросали, разбросали на грядочки. Обязательно кипятить, потому что там тоже может быть что угодно. Лучше всего прокипятить всю систему сразу, потому что вы потом с пипетками, с ложками что-то туда принесете обязательно, то лучше прокипятить все сразу. Так и надо белокрылку опрыскивать. Личинка взрослых что-что? 1 к 100. все равно воду надо прокипятить, удобрение надо прокипятить, сахар, вы не пьете сколько на сахаре дрожжей, на самом сахаре дрожжей, навалом, то есть сам сахар песок содержит на поверхности кипятить надо всегда, любые среды, которые вы готовите, надо кипятить, если это зерно или отруби, их надо прожарить, пропарить, но что-то с этим сделать обязательно, а потом уже туда лезть. Но возьмите сперва опять же, возьмите пол-литра отрубей, в литровой банке, пол-литра отрубей, прожарьте прямо в этой банке, пропарьте их, и потом туда столовую ложечку заселите того, что у вас получилось в первой закваске, и вы увидите, как у вас постепенно и вглубь, если можете потрясывать, потрясывайте, начнет все это разрастаться, не получается на трубях, попробуйте на перлите это сделать, перлит пористый, да, увлажните его, ну, от 18 до 30 градусов, вот в этом диапазоне, оптимально 26-28, спороносит он на свету, тоже любит свет, мицелий нарастает и без света, а спороношение на свету, вообще тот, который я вам дал, очень хорошо, он очень быстро переходит к спороношению, он вообще такой очень интересный промышленный штамм, белый, да, зеленеть он не будет, итак, они достаточной степени эффективны от жуков, от бабочек, от клеща, можно тоже использовать, в любом случае, когда вы будете использовать их от различных насекомых, вы одновременно будете профилактировать того же самого клеща, то есть, уничтожая какой-то целевой вид, да, вы будете одновременно и какие-то минорные сдерживать, поэтому это в целом оздоровление от вредителей вашего участка и ваших растений, они очень хорошо сохраняются на листьях, несмотря на то, что они как бы даже почвенные, да, грибы, но они сохраняются, они понимаете, как они и на листьях сохраняются, они сохраняются на дохлых насекомых, которые остаются на листьях, да, то есть, если червец, он почти не отваливается, он остается, но колорадский жук в большей степени отваливается, они прекрасно поселяются на выделениях щитовок, белокрылок, червеца, то есть, вот на дна, они прекрасно поселяются на выделениях тлей, то есть, вот, есть у них такое, то есть, если там насекомые появились, то, то гриб там уже начнет поддерживаться и размножаться очень активно, уже сам после обработки, вы увидите, что он сам на листьях формирует мицели, если, например, тлябола, потому что вот эта медвяная роса для него уже является хорошим источником питания, если хотите обеспечить его источником питания, приготовьте такую же среду, можно не стерилизовать, просто смешайте там дрожжи, сахар и удобреница и сделайте как вникорневую подкормку, и вы увидите, как высохнут эти капельки, и у вас на этих капельках начнется разрастание этого гриба, у вас просто сама ботва превратится в источник этих грибов и там уже шанса у того же колорадского жука не будет, потому что он прилетит уже в гнездо этих грибов, которые его будут потом атаковать, поэтому это такая хорошая технологическая штука, поддержать его непосредственно на листьях. Металлизиум хорошо сохраняется в почве, баверия тоже, хотя немного хуже, обрабатывать урожай им не стоит, и есть возможность размножения. В температурах при 18 градусах достаточно требовательны к органике при внесении в почву для сохранения, потому что в отсутствии насекомых они подъедают органические остатки, поэтому, ну вообще органическое вещество, поэтому для того, чтобы они самоподдерживались в почве, им нужно это органическое вещество периодически подкидывать. Это может быть и навоз, заправка навозом, это может быть и солома, это может быть мульча, это может быть что угодно, то есть органика там должна быть, те же картофельные очистки, сахарные подкормки и все остальное. Инсектицидная активность высокая, но иногда эффекта нету, надо тоже 3-4 дня подождать, пока проявится эффект. Между прочим, подохшие насекомые в летний период являются сами по себе превосходным источником этих энтомопатогенных грибов, поэтому никогда не выбрасывайте жучков, если вы их там обработали, они подохли, можно найти жучков, которые померли, и там их замочить, растереть и опять обрызгать. Лучше, чем на этих жуках, слушайте, у меня меньше, чем за сутки таракан оброс этим грибом, меньше, чем за сутки, он весь покрылся, свидетели есть, этого таракана, вот какой он получился. То же самое может произойти с жуками. Пособирайте их в пакетик, сделайте влажную камеру, если они у вас через сутки двое обросли этими грибами, выболтайте их и обработайте еще раз. Это уже источник этих грибов, то есть это хорошая рационализация, у вас останется закваска в холодильнике, живая надолго, а у вас будет вот это сами жуки будут являться источником этого гриба. Это совсем неплохо. Итак, схемы, схемы применения. Я хочу, чтобы вы уловили основной принцип. Я пробегусь по ним достаточно быстро, потому что подозреваю, что время нашего семинара движется к концу. Эти схемы, поскольку они будут полностью выложены в интернет, вместе с этой презентацией, вы сможете их себе перекачать на компьютер, пересматривать столько раз, сколько захотите. Основной принцип этих схем следующий. При подготовке почвы в теплице или грядке надо внести триходерму. Внесите ее в ранние сроки. Как только наступят благоприятные условия для ее роста, развития, она не погибнет, она начнет расти и развиваться. При подготовке земляной смеси для приготовления, когда вы готовите для посадки рассады или посева сену, для рассады, вы также внесите триходерму обязательно. И вот в весенний период лучше, если это будет триходерма зеленая. Ой, пардон, триходерма харцианум. Лучший весенний период лучше, если это будет триходерма харцианум. Но если у вас нету, есть зеленая и зеленая, тоже вполне справится. Но уже для перфекционистов лучше триходерма харцианум. Далее идет замачивание семян и их проращивания вам можно использовать любой из этих препаратов или аналог да то есть каждому препарату пристегивайте или аналогичный но нету бактогена используйте бактофит но нету там псевдомонадного препарата украинцы могут воспользоваться теми которые производятся у них перец очень хорошо замачивает триходермию уже сказал почему да это такое одну дополнительное замечание что но не совмещает с триходермой то есть можете использовать все четыре можете любую комбинацию при пикировке обязательно корни вашей рассады об окуните в бактогены в гулливер эти бактерии проникают внутрь растения то есть у вас обязательно корешки надорвутся обязательно будут ранки и в эти ранки попадет сильная палочка попадет псевдомонада и как раз в этом месте она будет защищать от атак болезней вашу рассаду рассада чаще всего заражается при пересадке то есть два критических периода это пикировка вот перевалка если вы из маленького объема в больше высаживаться там повреждения корней практически нету а когда вы выкапываете ложечкой ваши сеянцы тогда есть в этом смысле выращивание в кассетах является более предпочтительным потому что из кассетки вытрясаю да и посадил без повреждения корневой системы но палка двух концах если вы не используете биопрепараты то лучше в кассетах а если используете биопрепараты то лучше чтобы повреждения корней были потому что именно эти повреждения являются воротами для внедрения в первую очередь полезных бактерий которые мало того что останутся с этим растением до окончания сроков плодоношения они еще могут перейти в семена если вы используете свои семена то семена которые вы будете использовать будущем году могут содержать эти полезные бактерии растение передает понимаете эту эту микрофлору своему потомству этим отличаются просто семена от высококачественных семян все зависит от того как производитель семян ухаживал за маточными растениями если он применял эти методы то семена будут действительно высококачественные это секреты западных фирм кстати которые нам потихонечку удается разгадывать привезут французские семена кукурузы во кукуруза во початки привозят на маму и папу мы на своих полях делаем гибриды во елки-палки так те же самые мама папа ну кукурузу скрещивают до для получения гибридов первого поколения те же самые что во франции растут вот поле вот все вот получилось не то понимаете не то там там есть секреты и они вероятно хотя советский союз был лидером в области биологических препаратов по защите растений но запад гораздо раньше нас понял о важности да вот применение этих биологизации природизации вот этих процессов до выращивания семян в том числе это вещь очень 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 не просто перспективная но уже внедренная и уже эксплуатируемая широко и именно бактерии то что семена сверху травят фунгицидами не грибы а именно бактерии внутри под кожурой живут которые обеспечивают вот этот сумасшедший рост эту сумасшедшую продуктивность это все все работает и очень сильно поэтому окунули корни перевалка пролили бактогеном и стимулом стимулом пролили именно стимулом для того чтобы максимально стимулировать рост корневой системы посадка рассады уже на постоянное место пожалуйста положите триходерму в лунку вот чтобы вы туда не положили но обязательно положите туда в лунку сухую триходерму или пролейте жидкой стриха дермой хорциану предпочтительный хорциану но возьмите любую но предпочтительный хорциану через две недели после посадки когда триходерма отработает та синая палочка которую вы окунали которая внедрилась корень которая обросла корни уже после посадки на постоянное место уже конфликтовать с триходермой не будет триходерма пойдет своим путем а на корнях останется синая палочка то поэтому здесь конфликта вы же не поливаете синой палочкой вместе с триходермой до одновременно не вносите и триходерма была внесена синая палочка была внесена заранее примерно надо дать две недели ну до трех недель ну две недели чтобы триходерма там отработала дополнительно просанировала почву в зоне именно посадки. И после этого, через 2 недели, вы должны применить какие-то биоудобрения, если в этом есть необходимость, и опрыскать сверху максимумов. Всё ещё триходерма будет отбивать атаки вертициллиоза, фузариоза, каких-то фитиума, там много на самом деле охотников, да, да, этих гнилей корневых, прикорневых и внутрисосудистых заболеваний. Триходерма там ещё работает. А вот с биоудобрениями оно не конфликтует, поэтому вы вполне можете их использовать в этот период. И далее, до образования плодов, до начала уборки урожая, вы делаете такую комбинацию, да, делаете комбинации, которыми периодически обрабатываете и проливаете. Бактоген плюс стимул. Смешали, пролили. Ну, это не то, что если вы только стимулом или только бактогеном прольёте, то это катастрофа, да, что вот вам не прим... Что есть из этого? Те мы пролили, но чем-то надо обязательно пролить. Можно и смешать. То есть это, как сказать, то, что я даю, это то, что у нас называется 120% технологии, да, но и на 80% технологии оно тоже будет хорошо. Просто на 120% оно будет как в блогах, да, показывают. Вот, а на 80% просто красиво. Пролив и опрыскивание бетоксибацелином и или баверием и метаризиумом каждые 7-14 дней. То есть, если у вас огурец, если у вас цикадка на томатах, то обязательно используйте это. Если у вас ни майского жука, ни цикадки, ни паутиного клеща, ни медведки нету в теплице, то можно это всё и не использовать, да. То есть вы должны понимать, что если проблема есть, надо, но огуречная теплица чаще всего требует профилактики и борьбы с клещом, с тлями, ну, с комплексом вредителей. Поэтому применять это необходимо. Проливать и опрыскивать. Почему проливать? Ну, потому что там же могут быть и какие-то проволочники, да, и майский жук, которого вы не заметили, и ещё что-то. То пролить вообще неплохо. Я почему не вношу в лунку одновременно с триходермой? Потому что всё-таки триходерма, ну, они вроде дружат, да, метаризиум с триходермой, но триходерма за счёт скорости роста может просто не дать возможности ему как следует прижиться. Дайте ей время отработать, а потом уже вносите туда эти грибные инсектициды. Опрыскивание максимум и гулливер каждые 7-14 дней. То есть на этих выходных пролили бактаген плюс стимул, опрыскали максимум плюс гулливер. Потом поменяли местами, да, пролили одним, опрыскали другим. Потом пришло время обработать биоинсектицидами. Не обрабатывайте бактагеном, не обрабатывайте гулливером, не обрабатывайте стимулом, не обрабатывайте максимумом, обрабатывайте биоинсектицидами. Будь то бетоксибацелин, липидоцит или грибы, в зависимости от того, что у вас есть под руками и какая у вас есть проблема. И вы можете проливать азотовит, фосфатовит 10 дней, чередовать. Пролили азотовитом, через 10 дней фосфатовитом, через 10 дней азотовитом, то есть периодичность каждого будет 20 дней. Или раз в 20 дней смесью, или раз в 20 дней любым из них, в зависимости от того, что у вас есть под руками и чувствуете ли вы необходимость для того, чтобы проливать, использовать эти биоудобрения. При уборке урожая, когда уже начинается период уборки урожая, просто опрыскивайте бактогеном. Стимулировать рост растений нам сильно не надо. У бактоген, бактоген обладает ростостимулирующим эффектом, но это не те ауксиновые гиберелиновые гормоны, которые вызовут, например, слишком активный рост пасынков у томата, или слишком активное нарастание вегетативной массы вместо налива плодов. Поэтому вы просто обрабатываете бактогеном. Я даже не рекомендую здесь максимум, потому что даже у максимума ростостимулирующая активность гораздо больше. Лучше обрабатывайте максимумом или какими-то другими препаратами во время уборки урожая только тогда, когда вы еще хотите нарастить дополнительную вегетативную массу. Когда это необходимо? Только в отношении позднеспелых, высоких, индетерминантных сортов. Потому что у них может быть очень растянутый период плодообразования, когда вы первый плод сняли, а там еще будет свистеть, еще будет что-то образовываться. Поэтому там можно использовать какие-то более стимулирующие средства. Но чтобы не забивать себе голову, используйте бактоген, да и все. Самое главное в этот период, потому что период сбора первого плода, это период критический для начала заражения кладоспариозом, для начала атак фузариоза, для духотища в теплице, повышенная влажность, для начала заболевания серой гнилью. Поэтому здесь надо активно работать бактогеном. Если у вас прям болезни уже приходят и вы видите сильнейшие вспышки этих болезней из года в год, то используйте его каждые 7 дней. Если в целом все идет нормально, используйте раз в 14 дней и обрабатывайте. Не стесняйтесь одновременно с растениями обрабатывать стенки теплицы. Потому что там тоже капельно-жидкая влага, там тоже прорастают споры. Опрыскивайте поверхность, только самую-самую поверхность почвы. Потому что внутри в толще будет гудеть триходерма, мы ее внесли, оно там есть, и мы ничего такого, что будет сильно душить эту триходерму, там не проливаем и туда не вносим. А вот опрыскивать верхний слой вполне неплохо, потому что оттуда тоже могут подлетать какие-то споры. То есть только самую поверхность почвы. Проливать им не надо. Убранный на хранение урожай можно обработать однократно бактогеном. Сняли помидорки, опрыскали, положили. Там сняли перцы, опрыскали, положили. В том случае, если вы их не завтра, послезавтра, не на текущей неделе в салат их покрошите, а если вы хотите положить их на какое-то достаточно продолжительное время. И когда вы уже убрали урожай, убрали зеленую массу, все выгребли оттуда, обязательно внести подрыхление или перекопку триходерму, зеленую. Здесь уже лучше всего внести зеленую, потому что она должна в кратчайшие сроки, спасибо, в кратчайшие сроки должна все съесть, максимально съесть растительные остатки и не дать шанса перезимовать патогенам на этих растительных остатках. Поэтому и триходерма, и бациллярные препараты, и псевдомонадные имеют очень большое значение в этой технологии. И вот она сделана так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, каждый занял свою нишу там в почве, и чтобы все хорошо работало. Для редиса, редьки, лука, чеснока и подобных капусты, подобных овощей, которые выращиваются в открытом грунте. Во-первых, под крестоцветные овощи я пишу, что обязательно известкование почвы, то есть несение золы, нейтрализация почвы является одним из важнейших факторов избавления от килы. То есть если кислая почва, ждите килу, если только генетически неустойчивый сон. При подготовке земляной смеси все то же самое. Если вы рассадой выращиваете капусту, например, ну тоже в эту землю надо подмешать триходерму и желательно харциану. Если вы занимаетесь замачиваемым проращиванием семян, то соответственно та же самая схема. Пикировка, бактоген плюс стимул. Почему я написал стимул? Потому что для крестоцветных овощей, ну в частности для капусты, очень-очень-очень серьезным патогеном является фузариум. Фузариоз капусты, вот это фузариозное увядание капусты, это бич капусты при возделывании в умеренной зоне. Поэтому здесь препаратом выбора к бактогену и является именно стимул, даже не гулливер, а именно стимул. Потому что бог с ней со стимуляцией такой роста корней, да, какой-то, который может быть, ну и стимулы, он и простимулирует прекрасно за счет ауксинов и рост этих корней. Но одновременно самое главное здесь защитить капусту от фузариоза. При перевалке то же самое, если вы вдруг переваливаете капусту, ну вряд ли кто-то этим занимается, скорее всего из кассеток сразу будут высаживать грядочку. Но как бы там ни было, если вдруг, то тоже такую же проливку надо однократно сделать. Посадка рассады или посев семян в гряды. Триходерму в лунку положить, метаризиум или баверию разбросать по всему участку. Потому что эти культуры весьма страдают от капустной мухи, от луковой мухи, от всего этого добра. Поэтому лучше всего эти грибные инсектициды нарастить побольше и разбросать по всему участку. А триходерму непосредственно в грядочку, в лунку, ну то, куда вы высеваете. Они от солнца не погибнут, если разбросать. Что-что? А нет, солнце не погибнут, если просто разбросать. Ну у вас же грядка вскопанная. Ну понятно, что под грабельки немножечко, да, да, да. Или под перекопку, или под рыхление, или под мульчу подложить как-то. То есть если вы накрываете мульчой сразу. Конечно, обеспечить, чтобы оно не высохло и не умерло сразу. Через 2 недели после посадки можно внести биоудобрение и поверху обработать максимумом. До уборки урожая вы также должны применять вот эту самую схему, как и в предыдущем примере. То есть чередовать эти препараты, периодически опрыскивая. Потому что и у лука, и пероноспороз, и у капусты, эти все проблемы есть. У капусты свои болезни, и бактериальные, и грибные, их навалом. И я, видите, желтеньким, черненьким выделил специально жирно липидоцит. Почему? Потому что бич капустных овощей – это всевозможные гусеницы. Поэтому надо обязательно, обязательно, обязательно в каждое опрыскивание, то есть опрыскиваете ли вы 7, или опрыскиваете вы через каждые 14 дней, но как только вы делаете опрыскивание, вам обязательно туда надо положить липидоцит, для того, чтобы у вас там эти бешеные гусеницы не заводились и не испортили вам урожай. Убранный урожай на хранение вполне можно обработать однократно бактогеном. Это касается и чеснока, это касается и капусты, это касается редьки и всего остального. Вы можете обработать, ну, если, чтобы гнили этих, избежать развития, обработать бактогеном. И точно так же почву на грядке надо обязательно обработать триходермой зелёной, и так же использовать баверию или метаризиум, потому что после этих культур, капустных, крестоцветных культур, очень любят там селиться всевозможные почвенные вредители. Там остаётся достаточно большая корневая масса, ну, если говорить там, ну, там о сидеральных культурах, потому что сидераты тоже сюда же, и на них с удовольствием влезут всевозможные. Нематода убегает, да, от горчицы, там, от редьки масличной, но зато любят прибегать всевозможные вредители, которые любят подъедать эти корни и этим питаться. Поэтому в этой схеме обязательно надо применять и эти грибочки тоже. Ну, как их правильно применить, чтобы они не конкурировали? Ну, на самом деле, когда вы их не на чашке выращиваете, а в полевых условиях, то они, в общем-то, занимают там каждый свою нишу, поэтому вы вполне можете их там разбросать одновременно и заделать, для того, чтобы триходерма подъела растительные остатки, а метаризиум и баверия окончательно добили те остатки насекомых-вредителей, которые там зазимуют. Если вы переживаете о конкуренции, вы вполне можете сперва раскидать метаризиум или баверию в более тёплое время, а в более холодное время, там через неделю, 10 дней, через 2 недели, внести туда триходерму. Это будет оптимальным вариантом. Ну, для минимизации хлопот, поскольку они всё-таки не паразитируют друг на друге, можно их внести в этот осенний период и одновременно. Схема для корнеплодов. Свёкла, морковь. Подготовка почвы на грядке, точно так же, как и для капустных. Обязательно, вот для корнеплодных овощей, как и для картофеля, сюда можно и картофель добавить, обязательно необходимо внесение вот этих грибных фунгицидов, потому что они все страдают от проволочника, они все страдают от подгрызаний всевозможными насекомыми-вредителями. Поэтому использование баверии или метаризиума является очень-очень необходимым. Замачивание, поращивание семян проводится по тому же самому принципу. При посеве семян в гряды обязательно так же надо внести метаризиум или баверию ещё раз для того, чтобы ещё раз обогатить грунт вот этими грибами. На фазе всходов можно применять микробиологические удобрения, опрыскивать максимумом и пролив с дождеванием делать метаризиумом и баверией. В случае картофеля это защитит опрыскивание метаризиумом, баверией, а также битоксибацелином защитит его хорошо от колорадского жука. Ну, для свёклы, для моркови колорадский жук, там эти листоеды, не актуально, а вот для картофеля что-то обязательно надо сделать. Что касается моркови, то такие, такого рода обработки являются очень хорошей профилактикой морковной мухи. То есть это именно против морковной мухи сделано. Фазу вегетации необходимо обязательно обрабатывать бактогеном, стимулом, гулливером по схеме, чередовать каждые семьи в случае, если болезни уже пришли, но тот же циркоспороз на свёкле появился, то есть вот эти точки с ореолом широко распространённые, или раз в 14 дней для профилактики этих заболеваний. За две недели до уборки на хранение надо или пролить, или очень обильно опрыскать бактогеном однократно, примерно за две недели до копки урожая. Убранный на урожай на хранение можно обработать либо бактогеном однократно, либо обработать триходерном. Вот корнеплоды при хранении, картофель точно можно обработать триходермой. Да, отдать предпочтение триходерме зелёной в этом случае. И почву на грядке после уборки обязательно надо обработать риходермой, а также баверией или метаризиумом для того, чтобы справиться и с личинками майского жука, пока они еще не закопались слишком глубоко, и с медведкой, и с растительными остатками. Ну и с проволочником, конечно, тоже. Таким образом, вот видите, когда у вас есть ротация культур, вы для следующей культуры все время заканчиваете одним и тем же, то есть примерно одинаково. Вы санируете этот участок, максимально его избавляете от всевозможных остатков, которые остались от предыдущей культуры. И начинаете с этой же санации снова. Сколько постапеда надо? Примерно? Для сезон. Зависит от ваших объемов. То есть, смотря сколько соток вы хотите обрабатывать. Ну, смотрите, он идет 3 литра от 3 до 5 литров для однократного опрыскивания на гектар. То есть, 3-5 литров для однократного опрыскивания на гектар. Вот и считайте, сколько вам надо. На самом деле, не такие уж они и недоступные по цене почему-то еще. То есть, если пол-литровая бутылка стоит, его 1 к 100 надо разводить, то это вполне экономно и можно даже не заморачиваться с какими-то выращиваниями. Ну, конечно, если вы выращиваете, то вы можете и гуще, и чаще, и поливать, и там и опрыскивать как следует. И не только овощи, но еще и цветочки, а еще и там яблони, груши и так далее. Давайте следующий. Скажите, а у меня мушки завелись в рассаде. Чем обработать? Вот мушки в рассаде лучше всего обработать коричневым маслом. Масло корицы купить, взять 10 мл масла на 1 литр воды, мыльца немножко туда, все это взболтать и пролить. 10 мл масла на 1 литр воды. Сколько раз? Однократно. На 1 литр воды? Да. Ну, если у вас там, ну, разведите так, чтобы однократно пролить. И не надо там проливать так, чтобы прям весь ком, да, в промок. По поверхности, по влажной почве пролить. Потому что они убегают от этого масла, как от огня. Я пробовала чайное дерево добавлять в макарды, в которое. Не хотят? Помогает? Не хотят. Ну, вот корица хорошо тоже помогает. И там черняки вот как-то все завели, что ли? Ну, если уж совсем плохо, то возьмите октару и пролейте ей однократно. И не будет у вас ничего. То есть, если вы неоникотиноиды используете с легким сердцем, да, они не летучие, они не испаряются. Возьмите октару, это крайне экономично, потому что там 4 грамма на 12 литров воды разводится и проливается вся рассада один раз. И вы вот так однократно избавитесь от всего-всего. А до тех пор, пока вы будете снимать плоды с этой рассады, уже там эта октара давным-давно разложится и ничего от нее не останется. Что-что? Так мухоед еще гораздо хуже. Октара разложится быстро в растении, а мухоед это еще болтаться там будет в этой почве неизвестно сколько. Не его в кактусе положит. Поэтому для пищевых растений лучше ноникотиноидные препараты выбрать. Что-что? Если в институте защиты... Я не встречал. Баверию обещали в препарате артоновском, как-то он там называется, с метаризиумом, где оно смешано. Биоразряд. Я на вас заказала. Ну не нашел я. Спасибо. Отлично. Биоразряд, потому что говорят тем, что малый срок хранения, а температура применения сейчас неприемлема, поэтому будет тоже. В холодильник поставите дома или в подвал и храните сколько угодно. Поэтому не страшно. Схема для плодовых и ягодных, конечно, несколько отличается от полевых культур, которые однократно однолетнего выращивания. Вы можете применить эту же самую схему для всевозможных многолетних декоративных кустарников и так далее. Обработка почвы весной под кроной в посадках триходермой и баверией. Вообще триходерму надо использовать сейчас обязательно. Потому что, может быть, где-то вы не тщательно убирали лист, может где-то какие-то веточки остались. Но непременно что-то останется. И обработка приствольных кругов, будь то в проекции кроны смородины, крыжовника, чего-то еще, поможет значительно ускорить разложение этих растительных остатков. И предотвратит снос всех этих болезней, с этих растительных остатков вам на кусты обратно. Заодно обработается основание куста, основание ствола дерева, где тоже застревает зачастую достаточное количество всевозможных патогенов. Если вы приобрели молодые саженцы, то их буквально обмыть и опрыскать надо, как следует, стволики с помощью бактогена. Почему бактогена? Потому что он одновременно активен и в отношении грибных патогенов, и одновременно в отношении бактериальных. Бактериозы плодовых, и бактериальный ожог, и там бактериальный рак, они достаточно широко распространены. Поэтому лучше для профилактики обработать, для того, чтобы не думать, с какого питомника и какого качества саженца я получил. То есть лучше всего проделать эту процедуру. А чем тлюбило? Тлюбило, здесь куча рецептов, да. То есть самое простое это мыльно-масляная эмульсия, которая прекрасно убивает тлю. Но это самое простое. Через 2 недели после искореняющей обработки необходимо сделать вот такую комплексную обработку. Бактоген плюс гулливер плюс бетоксибацелин плюс липидоцит. Почему? Потому что всё атакует. Во-первых, мы заселяем конкурентную микрофлору. Во-вторых, мы добиваем то, что не добилось искореняющей обработкой с помощью биопрепаратов. То есть мы всевозможных гусеничек, которые там из куколок вылазят, летать начинают, придушиваем, жучков, которые вылазят, придушиваем, а также патогенов, которые застряли на коре и в кроне в целом. Во время цветения надо, конечно, однократно обработать вот такой вот смесью. Бактоген стимул БТБ липидоцит опрыскать, а фосфатовит и азотовит однократно пролить. Конечно, взрослые деревья проливать не надо, а молодые саженцы смородину пролить очень даже желательно. И вот это подкапывание очисток сухих картофеля под смородину с последующим увеличением сладости, оно связано исключительно с подкормкой фосфатомобилизующей микрофлоры. То есть, если у вас ее недостаточно в почве, то вот все эти мероприятия лучше всего совместить с внесением микробиологических удобрений. А то манильо-завишний не поможет это обработать? Бактоген очень хорошо манильо-фрутиколу душит, прекрасно душит. Манильо-завишний тоже задушит? Да, это все манильо-фрутикола, она прекрасно душится бактогеном. Бактогеном замечательно душится. Во время цветения? Да, прям по цветам во время цветения обрабатывайте. Бутылку в дребезге. Во время цветения, прям, да, во время цветения, да, обрабатывайте смело. Липидоцидом травят в ульях и бетоксибацелином всяких этих восковую моль и всяких паразитов. Поэтому в отношении пчел можете абсолютно не переживать, это все безопасно. В период от завязывания плодов вы должны использовать бетоксибацелин плюс липидоцид. То есть это от всевозможных листоедов и от плодожорок липидоцид. Я могу сказать так, что у меня есть богатый личный опыт, когда я только бетоксибацелином и липидоцидом обрабатывая сад, осенью получил сливы, яблоки, груши, без единого, ну то есть такое впечатление, как будто я по польской системе, понимаете, 25 обработок за сезон сделал. Вот такие вот были яблоки, причем это нельзя сказать, что сезон был такой, потому что у соседей все, как обычно, яблочко червивое, не пырсканное, все хорошо. У нас же висели, ну просто, ну как будто их из польского ящика достали и прикрутили. И это абсолютно реально, только бетоксибацелином и липидоцидом избавиться от всех этих проблем. Ну, конечно, все зависит от размера дерева, если оно вот такое огромное, его невозможно опрыскать, ну то вы невольно будете сталкиваться с поврежденными плодами. Ну хотя бы где достали, ну то там можно уже обработать. А черешних червей вот их едят? Тоже, это тоже личинка, поэтому точно так же липидоцид от всех личинок. Вот когда уже цветение прошло, лепесточки опали, все завязи, которые могли отвалиться, не образовавшиеся, они уже отвалились. Остались только завязи, которые начали расти, и вот с этого периода начинайте обрабатывать, потому что это уже начинаются уязвимые периоды для атаки. Там, конечно, для яблонь, для груш, для всех есть свои какие-то периоды определенные. Там размер лесного ореха, размер грецкого ореха и так далее. Но если я вам еще это все сюда в схему заделываю, то еще на 4 часа отдельный семинар надо делать, чтобы вот это конкретно по яблони, по груши, по всему объяснить. Это вещи такие уже более узкоспецифичные для фермеров, которые занимаются этими промышленными, промышленного размера садами. За 2 недели до съема плодов однократно надо опрыскать бактогеном, как следует однократно опрыскать бактогеном, чтобы исключить, минимизировать всевозможные плодовые гнили, которые уже на зрелые яблоки начинают нападать прямо на дереве. И убранные урожай на хранение яблок, особенно поздних, особенно которые подлежат хранению, да даже антоновку, можно вполне обработать бактогеном. И под почва под кронами, после того, как листики уже, как урожай убран, листики начинают падать в осенний период, обязательно необходимо обработать триходермой, а также баверией или метаризиумом для кустарников плодовых, то есть внести их под смородину в посадки земляники, то есть под те культуры, которые страдают от атак майского жука и прочих почвенных вредителей. Что ж, настало время вопросов и ответов. Я думаю, что в более спокойной домашней обстановке вы тщательно посмотрите эти таблицы, рассмотрите, ещё раз продумаете, да, может быть на базе этих таблиц вы сделаете какую-то свою индивидуальную схему. Мне важно, чтобы вы поняли сами принципы, да, как комбинировать препараты и в какой период их применять. Когда нам надо активная стимуляция роста развития, необходимо отдавать предпочтение препаратам стимул и гулливер. Когда нам необходимо заселить корневую систему, заселить листья конкурентной микрофлорой, надо отдать предпочтение препарату бактоген или другим препаратам на основе сенной палочки. То есть бактоген для меня такой, ну, сенная палочка, да. Когда мы говорим о необходимости санации почвы, то в первую очередь это вопрос обработки триходермы. В весенний период лучше хорцианум, в осенний зелёная. Ну, какая есть, такая и вполне подойдёт. Для культуры уязвимых, для почвенных вредителей, это овощные культуры в первую очередь, а также таких приземных вредителей, таких как мухи, там луковая или морковная, когда мы делаем прорывку, когда на зелень лук убираем молодой. Вот эти фазы очень уязвимы для всевозможных этих вредителей. То тоже проливы такие с дождеванием грядочек метаризиумом баверия являются очень-очень эффективными. Нету метаризиума баверии против личинок. Ну, обработайте хотя бы битоксибацелином, лучше липидоцидом именно от личинок, потому что это не совсем внесение в почву, да, это в припочвенный слой внесение будет. Что-то попадёт, будет хорошо. Но вы должны понимать, что грибные инсектициды, они атакуют саму гусеничку, да, самого жука. А бактериальные наносятся на поверхность растений и надо, чтобы их кусанулы, да, чтобы уже от них откусили. Поэтому вот во многих случаях вот эти грибные фунгициды являются более эффективными, чем бактериальные. Но на ботве картофеля, ради бога, куснул подох, куснул подох. То есть ботва подрастает, восстанавливается, всё это не так страшно. Аналогично на плодах, да, то есть укусила плодожорочка этот плод и издохла, понимаете, это очень выгодно. Единственное, что препараты надо вносить часто, да, хотя то же самое касается и химических препаратов. Но если в сезон выращивания яблок 25 обработок, то посчитайте, с какой кратностью вносится. Фактически на каждой неделе одна, то и две обработки этих яблонь делается. Поэтому, если вы хотите в окружении огромного инфекционного фона своих соседей, которые много лет ничего не делают, да, которые имеют старые посадки, если вы хотите добиться хорошего результата, вы тоже должны делать эти 20 обработок за сезон. Но только не химическими, а биологическими препаратами. Здесь разницы в трудоёмкости нет никакой, то же самое всё. Не надо думать, что вы можете один раз, а второй обработать, и у вас на весь сезон всё защищено. Нет, совершенно не так. Всё равно надо тоже обрабатывать часто. Поэтому здесь трудоёмкость, что там, что там, значительная. Другое дело, что вы в целом укрепляете состояние ваших растений. Вы естественным образом снижаете инфекционный фон. Вы убиваете ещё биопрепараты. Чем хорошо? Что они гораздо более целево действуют на вредителя. Понимаете? То есть, ну конечно, есть препараты, которые одновременно придушивают, скажем, и божью коровку. Тот же метаризиум, он повреждает божью коровку. Но это повреждение несравнимо по масштабам, если вы применяете перитроидные или ненокотиноидные ещё какие-то препараты. То есть, если говорить о двух злах, то в данном случае биопрепараты будут меньшим злом. Пока что таких чудес, которые бы убивали только колорадского жука и не убивали бы божью коровку, ну их просто нету. То есть, в этом смысле бациллюстрюнгенсис разве что, битоксибацилен более специфичен в силу того, что божья коровка не кусает лист. И шансов попасть внутрь этих препаратов, они очень небольшие. То есть, на каждый случай, на самом деле, можно найти свою схему. Каждый ваш участок индивидуален. Но общие принципы вот такие. Знаете, ожидание, что блогер, никогда не видя ваших участков, не представляя, что у вас там делается, с экрана даст вам один на всю жизнь и именно подходящий для вас рецепт, это иллюзия. Иллюзия, в которую многие верят. И блогеры на этом часто играют, что вот я вам сказал, делай только так, делай только так, и никак по-другому. И всё будет в шоколаде. Нет, на каждом участке есть свои нюансы. Но когда вы научены, когда вы понимаете какие-то механизмы, вы можете сами варьировать применение этих препаратов. Ну а когда не можете, когда находите в растерянности, ну, по крайней мере, берите 120% технологии и делайте. А там вас жизнь покажет, что вы можете опустить из этих 120% технологии и, возможно, довести до 80% и они вас тоже устроят. То есть вот такая какая-то золотая середина, надеюсь, вам была сегодня представлена и понята. Что ж, давайте. Давайте.